Глава 109. 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 Боже, помоги моей правоте, потому что она со мной, как ты знаешь, и потому что я себе помогаю. Начав спускаться потихоньку, удерживая силой рук, я достиг земли. Вероятнее всего, Чили не бежал из замка в апреле 1539 года. Лунного света не было, но было очень ясно. Когда я очутился на земле, я взглянул на великую высоту, с которой я спустился так отважно, и весело пошел прочь, думая, что я свободен. Однако же это была неправда, потому что Костеллан со своей стороны велел выстроить две стены, очень высокие, и пользовался ими как стойлом и как курятником. Это место было заперто толстыми засовами снаружи. Увидев, что я не могу выйти отсюда, это меня чрезвычайно огорчило. В то время, как я ходил взад и вперед, раздумывая о том, как мне быть, я задел ногами за большое бревно, каковое было покрыто соломой. Его я с великой трудностью приставил к этой стене. Затем силой рук взобрался по нему до верха стены. А так как стена эта была острая, то у меня не хватало силы притянуть к верху сказанное бревно. Поэтому я решил прикрепить кусок этих самых полос, а это был второй моток, потому что один из двух мотков я его оставил привязанным к замковой башне. И так я взял кусок этой второй полосы, как я сказал, и, привязав к этой балке, спустился с этой стены, каковая стоила мне превеликого труда и очень меня утомила. И, кроме того, я ободрал руки изнутри, так что из них шла кровь. Поэтому я остановился отдохнуть и обмыл себе руки собственной своей мочой. И вот когда мне показалось, что силы мои вернулись, я поднялся на крайний пояс стен, который смотрит в сторону прати. И, положив этот мой моток полос, каковым я хотел обхватить зубец, и таким же способом, как я сделал при той большей высоте, сделать и при этой меньшей. Положив, как я говорю, мою полосу, со мной встретился один из этих часовых, которые несли стражу. Видя помеху своему замыслу и видя себя в опасности для жизни, я расположился двинуться на этого стража. Каковой, видя мой решительный дух, и что я иду в его сторону с вооруженной рукой, ускорил шаг, показывая, что избегает меня. Немного отдалившись от моих полос, я как можно скорее повернул обратно. И хоть я и увидел другого стража, однако же тот не захотел меня видеть. Подойдя к моим полосам, привязав их к зубцу, я начал спускаться. Но или мне показалось, что я близко от земли, и я разжал руки, чтобы спрыгнуть, или руки утомились и не могли выдержать этого усилия, Только я упал, и при этом падении своем ушибся затылком и лежал без чувств больше полутора часов, насколько я могу судить. Затем, когда собралось светать, эта легкая свежесть, которая наступает за час до солнца, она-то меня и привела в себя. Но я все-таки был еще без памяти, потому что мне казалось, будто у меня отрублена голова, и мне казалось, будто я в чистилище. И вот мало-помалу ко мне вернулись способности в их прежнем виде. И я увидел, что я вне замка, и сразу вспомнил все, что я сделал. И так как ушиб затылка я его почувствовал раньше, нежели заметил перелом ноги, то, поднеся руки к голове, я их отнял все в крови. Потом, ощупав себя хорошенько, я признал и решил, что это не такое повреждение, которое было бы существенно. Однако, когда я захотел подняться с земли, я обнаружил, что у меня сломана правая нога выше пятки на три пальца. Меня и это не испугало. Я вытащил мой кинжальчик вместе с ножнами. Так как у него был наконечник с очень толстым шариком на вершине наконечника, то это и было причиной того, что я сломал себе ногу. Потому что, когда кость столкнулась с этой толщиной этого шарика, то так как кость не могла согнуться, поэтому в этом месте она и сломалась. Так что я бросил прочь ножны от кинжала и кинжалом отрезал кусок этой полосы, которая у меня оставалась, и, насколько мог лучше, вправил ногу. Затем на четвереньках, со сказанным кинжалом в руке, пошел к воротам. Однако, достигнув ворот, я нашел их запертыми. И, увидев некий камень под самыми воротами, каковой, полагая, что он не очень тяжел, я попытался подкопать. Затем я за него взялся, и, чувствуя, что он шевелится, он мне легко повиновался, и я вытащил его вон, и тут и пролез. Глава 110 Было больше пятисот ходовых шагов от того места, где я упал, до ворот, куда я пролез. Когда я вошел вовнутрь Рима, некие меделянские псы набросились на меня и люто меня искусали. Каковых, так как они несколько раз принимались меня терзать, я бил этим моим кинжалом и ткнул одного из них так здорово, что он громко завизжал, так что остальные псы, как это у них в природе, побежали к этой собаке. А я поскорее стал уходить в сторону Треспонтинской церкви. Все так же на четвереньках. Церковь Санта Мария Траспонтина за мостом. Когда я достиг начала улицы, которая поворачивает к святому ангелу, оттуда я направил путь, чтобы выйти к святому Петру. И так как вокруг меня начинало светать, то я считал, что мне грозит опасность. И, повстречав водоноса, у которого был навьюченный осел и полные воды кувшины, подозвав его к себе, я попросил его, чтобы он меня поднял на руки и отнес на площадку лестницы святого Петра, говоря ему, «Я несчастный молодой человек, который по любовному случаю хотел спуститься из окна. И вот я упал и сломал себе ногу. А так как место, откуда я вышел, очень важное, и мне грозила бы опасность быть изрубленным на куски, то я прошу тебя, чтобы ты меня живо поднял, и я тебе дам золотой скудо». И я взялся за кошелек, где их у меня было доброе количество. Тотчас же он меня взял и охотно взвалил на себя, и отнес меня на сказанную площадку лестницы святого Петра. И там я верил меня оставить и сказал, чтобы он бегом возвращался к своему ослу. Я тотчас же двинулся в путь, все так же на четвереньках, и пошел к дому герцогини, супруги герцога Оттавио и дочери императора, побочной, незаконной, бывшей супруги герцога Лессандро, герцога Флорентийского. Маргарита Австрийская, вдова Алессандро Медичи и супруга вторым браком, Оттавио Форнезе, 1538 год. И так как я знал, наверное, что возле этой великой принцессы много моих друзей, которые вместе с нею приехали из Флоренции, а также так как она оказала мне благоволение при содействии Костелана, который, желая мне помочь, сказал папе, когда герцогиня совершала въезд в Рим, что я был причиной предотвращения убытка в тысячу с лишним скудо, который им причинял сильный дождь. Когда герцогиня совершала въезд в Рим 3 ноября 1538 года. Так что он сказал, что был в отчаянии, и что я ему придал духу, и сказал, как я навел несколько крупных артиллерийских орудий в ту сторону, где тучи были всего гуще, и уже начали проливать сильнейший ливень. Но когда я начал палить из этих орудий, дождь перестал, а с четвертым разом показалось солнце. И что я был всецело причиной, что этот праздник прошел отлично. Поэтому, когда герцогиня об этом услышала, она сказала, «Этот Бенвенута — один из тех даровитых людей, которые жили у блаженной памяти герцога Лиссандро, моего мужа. И я всегда буду иметь их в виду, когда представится случай сделать им приятное». И еще поговорила обо мне с герцогом Оттавио, своим мужем. По этим причинам я пошел прямо к дому ее светлости, какова я жила в Борго-Веккио, в прекраснейшем дворце, который там есть. И там я был бы вполне уверен, что Папа меня не тронет. Но так как то, что я сделал до сих пор, было слишком чудесно для человеческого тела, то Бог, не желая, чтобы я впал в такое тщеславие ради моего блага, захотел послать мне еще большее испытание, чем было прежнее. И причиной тому было, что пока я шел все так же на четвереньках по этой лестнице, меня вдруг узнал один слуга, который жил у кардинала Корнаро. Каковой кардинал обитал во дворце. Этот слуга вбежал в комнату к кардиналу и, разбудив его, сказал, «Преосвященнейший монсеньор, там внизу ваш Бенвенуто, который бежал из замка и идет на четвереньках весь в крови. Насколько видно, он сломал ногу, и мы не знаем, куда он идет». Кардинал тотчас же сказал, «Бегите и принесите мне его на руках суда ко мне в комнату». Когда я к нему явился, он мне сказал, чтобы я ни о чем не беспокоился. И тотчас же послал за первейшими римскими врачами. И ими я был врачуем. И это был некий маэстро Якомо да Перуджа, весьма превосходнейший хирург. Он удивительно соединил мне кость, затем перевязал меня и собственноручно пустил мне кровь. А так как жилы у меня были вздуты гораздо больше, чем обычно, а также потому, что он хотел сделать надрез немного открытым, то хлынуло такой великой ярость крови, что попало ему в лицо, и с таким изобилием его покрыло, что он не мог превозмочь себя, чтобы лечить меня. И, приняв это за весьма дурное предзнаменование, с великим затруднением меня лечил. И много раз хотел меня бросить, памятуя, что и ему грозит немалое наказание за то, что он меня лечил, или, вернее, долечил до конца. Кардинал велел поместить меня в потайную комнату и тотчас же пошел во дворец с намерением выпросить меня у папы. Глава 111 Тем временем поднялся в Риме превеликий шум, потому что уже увидели полосы, привязанные к высокой башне цитадели замка, и весь Рим бежал взглянуть на это неописуемое дело. Между тем Кастеллан впал в свою наибольшую дурь безумства и хотел наперекор всем своим слугам сам тоже полететь с этой башни, говоря, что ничто не может меня поймать, и никто не может, как только он, полетев за мной. В это время мессер Руберто Пуччи, отец мессер Пандольфо, услышав про это великое дело, пошел самолично взглянуть на него. Потом пришел во дворец, где повстречался с кардиналом Курнаро, каковой рассказал все последовавшее, и что я в одной из его комнат уже врачуемый. Эти два достойных человека совместно пошли броситься на колени перед папой. каковой, прежде чем дать им что-нибудь сказать, он сказал, «Я знаю все, чего вы от меня хотите». Мессер Руберто Пуччи сказал, «Всеблаженный отче, мы просим у вас из милости этого бедного человека, который своими дарованиями заслуживает некоторого внимания, и наряду с ними он выказал такую храбрость вместе с такой изобретательностью, что это кажется нечеловеческим делом». Мы не знаем, за какие грехи ваше святейшество держали его столько времени в тюрьме. Поэтому, если эти грехи слишком непомерны, ваше святейшество свято и мудро и да исполнит в великом и в малом свою волю. Но если это такое, что может отпуститься, то мы вас просим, чтобы вы нам оказали эту милость. Папа на это, устыдившись, сказал, что держал меня в тюрьме, походатайству у некоторых своих, потому что он немножко слишком смел. Но что, признавая его дарования и желая удержать его возле нас, мы решили дать ему столько благ, чтобы у него не было причины возвращаться во Францию. Я очень сожалею об его великой беде. Скажите ему, чтобы он старался поправиться. А за его несчастье, когда он поправится, мы его вознаградим. Пришли эти два больших человека и сказали мне эту добрую весть от имени папы. Тем временем меня приходило навестить римское знать, и молодые, и старые, и всякого рода. Костеллан все так же вне себя велел себя снести к папе. И когда он явился перед его святейшество, он начал кричать, говоря, что если тот не вернет меня к нему в тюрьму, то учинит ему великую обиду, говоря, «Он от меня сбежал под словом, которое он мне дал. Увы, он улетел от меня, а ведь обещал не улетать». Папа, смеясь, сказал, «Идите, идите. Я вам его верну во что бы то ни стало». Костеллан прибавил, говоря папе, «Пошлите к нему губернатора, чтобы тот узнал, кто ему помог бежать, потому что, если это кто-нибудь из моих людей, то я хочу его повесить за горло на том зубце, откуда Бен Венута сбежал». Когда Костеллан ушел, папа позвал губернатора, улыбаясь, и сказал, «Вот храбрый человек, и вот изумительное дело. Однако, когда я был молод, я тоже спустился с этого самого места». Это папа говорил правду, потому что он был заточен в замке за то, что подделал Бреве, будучи аббревиатором Парко Майорис. Папа Александр долго держал его в тюрьме. Затем, так как дело было слишком скверное, решил отрубить ему голову, но так как он хотел переждать праздник тела Господня, то Форнезе, узнав обо всем, велел явиться Пьетро Кьевелуце с несколькими лошадьми, а в замке подкупил деньгами некоторых из этих стражей, так что в день тела Господня, пока папа был в процессии, Форнезе был помещен в корзину и на веревке спущен до земли. Будучи аббревиатором, то есть членом коллегии аббревиаторов, составителей папских бреве посланий и бул. Папа Александр долго держал его в тюрьме. Бежал Форнезе не при папе Александре VI, а при папе Иннокентии VIII. Еще не был сделан пояс, стену замка, а была только цитадель, так что у него не было тех великих трудностей бежать оттуда, как было у меня. К тому же он был взят за дело, а я без вины. Словом, он хотел похвастать губернатору, что и он тоже был в своей молодости мужественным и храбрым, и не замечал, что открывает великие свои негодяйства. Он сказал, «Идите и скажите ему, пусть он вам откровенно скажет, кто ему помог. Кто бы это ни был, благо ему прощено, и это вы ему обещайте откровенно». Глава 112 Пришел ко мне этот губернатор, каковой был сделан за два дня до этого епископом иезийским. Придя ко мне, он мне сказал, «Мой Бенвенута, хотя мое звание такое, что пугает людей, я прихожу к тебе, чтобы тебя успокоить. И это я имею полномочия обещать тебе по особому распоряжению его святейшества, каковой мне сказал, что он и сам бежал оттуда, но что у него было много помощи и много товарищей, потому что иначе он не мог бы этого сделать. Он был тогда епископом Форлем-Пополи, а иезийским был сделан год спустя. «Я клянусь тебе благодатью, которая на мне, потому что я сделан епископом два дня тому назад, что папа тебя освободил и простил, и он очень сожалеет о твоей великой беде. Но старайся поправиться и считай, что все к лучшему, потому что эта тюрьма, которая, разумеется, была у тебя совершенно безвинная, станет твоим благополучием навеки, потому что ты попрешь бедность, и тебе не придется возвращаться во Францию, мыкая свою жизнь то там, то сям. Так что скажи мне откровенно все дело, как оно было, и кто тебе помог. Затем утешайся и отдыхай, и поправляйся». Я начал сначала и рассказал ему все, как оно было в точности, и привел ему величайшие подробности вплоть до водоноса, который нес меня на себе. Когда губернатор выслушал все, он сказал, «Поистине это слишком великие дела, сделанные одним единственным человеком. Они не достойны никакого другого человека, кроме тебя». И, заставив меня вынуть руку, сказал, «Будь покоен и утешься, потому что этой рукой, которую я тебе трогаю, ты свободен, и живя будешь счастлив». Когда он ушел от меня, задержав целую гору знатных вельмож и сеньоров, которые пришли меня навестить, говоря меж собой, «Пойдем посмотреть на человека, который творит чудеса», то они остались со мной. И кто из них мне предлагал, и кто дарил? Между тем губернатор, придя к папе, начал рассказывать то, что я ему говорил. И как раз случилось, что тут же присутствовал сеньор Пьер Луиджи, его сын. И все премного дивились. Папа сказал, «Поистине это слишком великое дело». Тогда сеньор Пьер Луиджи добавил, говоря, «Всеблаженный отче, если вы его освободите, он вам покажет дела еще того побольше, потому что эта человеческая душа слишком уж придерзкая. Я хочу вам рассказать другое дело, которого вы не знаете». Имел препирательство этот ваш Бен Венута еще до того, как он был в тюрьме, с одним дворянином кардинала Санта-Фиоре. Каковое препирательство пошло от пустяка, который этот дворянин сказал Бен Венута. Так что тот наисмелейше и с такой запальчивостью отвечал, вплоть до того, что хотел показать, что хочет ссоры. Сказанный дворянин передал кардиналу Санта-Фиоре, каковой сказал, что если он попадется ему в руки, то он ему вынет дурь из головы. Кардинал Санта-Фиоре Гвидо Асканио Сфорце Бен Венута, услышав это, держал на готове некую свою пищаль, из каковой он постоянно попадает в кватрино. И когда однажды кардинал подошел к окну, и так как мастерская сказанного Бен Венута как раз под дворцом кардинала, то он, взяв свою пищаль, приготовился стрелять в кардинала. И так как кардинала об этом предупредили, то он тотчас же отошел. Бен Венута, чтобы этого дела не заметили, выстрелил в дикого голубя, который сидел в отверстии наверху дворца, и попал сказанному голубю в голову. Вещь невозможная, чтобы ей можно было поверить. Теперь, ваше святейшество, пусть делает с ним все, что ему угодно. А я не хотел приминуть вам это сказать. Ему бы так же могла прийти охота, считая, что он был посажен в тюрьму безвинно, выстрелить когда-нибудь в ваше святейшество. Эта душа слишком свирепая и слишком самонадеянная. Когда он убил Помпео, он два раза всадил ему кинжал в горло посреди десятка людей, которые его охраняли, и потом скрылся к немалому поношению для них, каковые были, однако же, люди достойные и уважаемые. Глава 113 В присутствии этих слов находился тот самый дворянин Санта-Фиоре, с каковым у меня было препирательство, и подтвердил папе все то, что его сын ему сказал. Папа надулся и ничего не ответил. Я не хочу приминуть, чтобы не сказать свою правоту справедливо и свято. Этот дворянин Санта-Фиоре пришел однажды ко мне и подал мне маленькое золотое колечко, каковое было все запачканно ртутью, говоря, «Налащи мне это колечко, да поживее». Я, у которого было много важнейших золотых работ с каменьями, и при том слышу, что мне так самонадеянно приказывает какой-то, с каковым я никогда не разговаривал и никогда его не видел, сказал ему, что у меня сейчас нет лощила, и чтобы он шел к кому-нибудь другому. Тот, безо всякого решительного повода, сказал мне, что я осел, на каковые слова я отвечал, что он говорит неправду и что я человек во всех смыслах, побольше его, но что если он будет меня раздражать, то я его легну посильнее, чем осел. Тот передал кардиналу и расписал ему целый ад. Два дня спустя я выстрелил позади дворца в превысоком отверстии в дикого голубя, который сидел на яйцах в этом отверстии. Я в этого самого голубя я видел, как стрелял много раз один золотых делмастер, которого звали Джован Франческо Делла Так, камеланец, и ни разу в него не попал. В тот день, когда я выстрелил, голубь высовывал только голову, остерегаясь из-за других рас, когда в него стреляли. А так как этот Джован Франческо и я мы были соперники по ружейной охоте, то некоторые господа и мои приятели, бывшие у меня в мастерской, стали мне показывать, говоря «Вон там голубь, Джован Франческо Делла Такко, в которого он столько раз стрелял, посмотри, это бедное животное остерегается, едва высовывает голову». Подняв глаза, я сказал, «Этой чуточки головы мне бы хватило, чтобы его убить, если бы только он меня подождал, пока я наведу свою пищаль». Эти господа сказали, что в него не попал бы и тот, кто был изобретателем пищали, на что я сказал, «Идиотно, кувшин греческого, того хорошего от Паломбо-трактирщика, и что если он меня обождет, пока я наведу мой чудесный броккардо, потому что я так называл свою пищаль, то я ему попаду в эту чуточку головки, которую он мне высовывает». Тотчас же прицелившись с рук, не опираясь и ничего такого, я сделал то, что обещал, не помышляя ни о кардинале и ни о ком другом. Я даже считал кардинала весьма моим покровителем. И так да видят мир. Когда судьба хочет взять и смертоубить человека, какие различные пути она выбирает. Папа, надутый и хмурый, раздумывал о том, что ему сказал его сын. Глава 114 Два дня спустя пошел кардинал Корнаро просить епископию у папы для одного своего дворянина, которого звали мессер Андреа Чентано. Папа — это верно, что обещал ему епископию. Так как имелось свободное и кардинал напомнил папе, что тот ему это обещал, то папа подтвердил, что это правда, и что он так и хочет ее ему дать. Но что он хочет одолжения от его высокопреосвященства, а именно он хочет, чтобы тот вернул ему в руки Бенвенута. Тогда кардинал сказал, «О, если ваше святейшество его простили и отдали его мне свободным, что скажет свет и про ваше святейшество, и про меня?» Папа возразил, «Я хочу Бенвенута, и пусть всякий говорит, что хочет, раз вы хотите епископию. Добрый кардинал сказал, чтобы его святейшество дал ему епископию, а про остальное решил бы сам и делал бы затем все, что его святейшество и хочет, и может. Папа сказал, все-таки немного стыдясь своего злодейского уже данного слова, «Я пошлю за Бенвенута, и чтобы дать себе маленькое удовлетворение, помещу его внизу, в этих комнатах потайного сада, где он может поправляться, и ему не будет воспрещено, чтобы все его друзья приходили его повидать, и кроме того, я велю его содержать, пока у нас не пройдет эта маленькая прихоть». Кардинал вернулся домой и послал мне тотчас же сказать через того, который ожидал епископию, что папа хочет меня обратно в руки, но что он будет держать меня в нижней комнате в потайном саду, где я буду посещаем всяким, так же, как это было в его доме. Тогда я попросил этого миссер Андреа, чтобы он согласился сказать кардиналу, чтобы тот не отдавал меня папе, и чтобы предоставил мне сделать по-своему, потому что я велю себя завернуть в тюфяк и велю себя вынести из Рима в надежное место, потому что, если он отдаст меня папе, то он наверняка отдаст меня на смерть. Кардинал, когда услышал это, думается, что он был бы готов это сделать, но этот миссер Андреа, которому выходила епископия, раскрыл это дело. Между тем, папа тотчас же прислал за мной и велел меня поместить, как он говорил, в нижнюю комнату в своем потайном саду. Кардинал прислал мне сказать, чтобы я не ел ничего из тех кушаней, которые мне присылает папа, и что он будет присылать мне есть. а что то, что он сделал, он не мог сделать иначе, и чтобы я был спокоен, что он будет мне помогать, пока я не стану свободен. Живучи таким образом, я был каждый день посещаем, и многие знатные вельможи предлагали мне много знатных вещей. От папы приходила пища, каковой я не трогал, а ел ту, которая приходила от кардинала Корнару. И так я жил. Был у меня среди прочих моих друзей юноша-грек, двадцати пяти лет от роду. Был он силен чрезвычайно и действовал шпагой лучше, чем какой бы то ни было другой человек в Риме. Умом он был недалек, но был вернейший, честный человек и весьма легкий на веру. Он слышал, как говорили, что папа сказал, что хочет вознаградить меня за мои невзгоды. Это было верно, что папа вначале так говорил, но затем впоследствии он говорил иначе. Поэтому я доверился этому юноше-греку и говорил ему, дорогой брат, они хотят меня убить, так что пора мне помочь. Или они думают, что я этого не вижу, когда они мне оказывают эти необычайные милости, которые все делаются для того, чтобы меня предать. Этот честный юноша говорил, мой бенвенуту, в Риме говорят, что папа дал тебе должность с доходом в пятьсот скуда. Так что я тебя прошу, уж пожалуйста, чтобы ты не делал так, чтобы это твое подозрение лишило тебя такой благостыни. А я все же просил его, скрестив руки, чтобы он убрал меня отсюда, потому что я хорошо знаю, что папа подобный этому может сделать мне много добра, но что я знаю, наверное, что он замышляет сделать мне втайне ради своей чести много зла, поэтому пусть он делает скорее и постарается спасти мою жизнь от него, что если он вызволит меня отсюда тем способом, каким я ему скажу, то я вечно буду ему обязан жизнью. если придет надобность, я ею пожертвую. Этот бедный юноша плача говорил мне, о, дорогой мой брат, ты все ж таки хочешь погубить себя, а я не могу тебя ослушаться в том, что ты мне велишь, так что скажи мне способ, и я сделаю все то, что ты мне скажешь, хотя бы это и было против моей воли. Так мы решили, и я ему дал все распоряжения, которые очень легко должны были нам удаться. Когда я думал, что он пришел, чтобы применить на деле то, что я ему велел, он пришел мне сказать, что ради моего спасения хочет меня слушаться, и что хорошо знает то, что слышал от людей, которые стоят близко к папе, и которые знают всю правду обо мне. Я, который не мог себе помочь никаким другим способом, пришел в недовольство и отчаяние. Это было в день тела Господня в 1539 году. Глава 115 Когда прошел вслед за этой ссорой весь этот день вплоть до ночи, из папской кухни пришла обильная пища. Также из кухни кардинала Карнара пришла отличнейшая еда. Так как при этом случилось несколько моих друзей, то я их оставил у себя ужинать. И вот, держа перевязанную ногу в кровати, я весело поел с ними. Так они оставались у меня. После часа ночи они затем ушли, и двое моих слуг уложили меня спать, затем легли в передней. Была у меня собака, черная как ежевика, из этих лохматых, и служила мне удивительно на ружейной охоте, и никогда не отходила от меня ни на шаг. Ночью, так как она была у меня под кроватью. Я добрых три раза звал слугу, чтобы он убрал ее у меня из-под кровати, потому что она скулила ужасно. Когда слуги входили, эта собака кидалась на них, чтобы их укусить. Они были напуганы и боялись, не взбесилась ли собака, потому что она беспрерывно выла. Так мы провели до четырех часов ночи. Когда пробило четыре часа ночи, вошел Барджел со многой челядью ко мне в комнату. Тогда собака вылезла и набросилась на них с такой яростью, рвя их плащи и штаны, и привела их в такой страх, что они думали, что она бешеная. Поэтому Барджел, как лицо опытное, сказал, «Такова уж природа хороших собак, что они всегда угадывают и предсказывают беду, которая должна случиться с их хозяевами. Возьмите двое палки и защищайтесь от собаки, а остальные пусть привяжут Бенвенута к этому стулу и несите его вы знаете куда». Как я сказал, это было по прошествии дня тела Господня и около четырех часов ночи. Эти понесли меня закутанным и укрытым, и четверо из них шли впереди, отгоняя тех немногих людей, которые еще встречались по дороге. Так они принесли меня в Торре Динона место, называемое так, и поместили меня в смертную тюрьму, положив меня на тюфичишко и дав мне одного из этих стражей, каковой всю ночь печаловался о моей злой судьбе, говоря мне, увы, бедный Бенвенута, что ты им сделал? Так что я отлично понял, что должно со мной произойти, как потому, что место было такое, а также потому, что он дал мне это понять. Я провел часть этой ночи, мучаясь мыслью, какова может быть причина, что Богу угодно послать мне такое наказание, и так, как я ее не находил, то сильно терзался. Этот страж начал затем, как только умел утешать меня, поэтому я заклинал его Господом Богом, чтобы он ничего мне не говорил и не разговаривал со мной, потому, что сам по себе я скорее и лучше приму такое решение. Так он и обещал мне. Тогда я обратил все сердце к Богу и благоговейнейше его просил, чтобы ему угодно было принять меня в свое царствие. И что хотя я жаловался, то это потому, что эта такая кончина таким способом казалась мне весьма безвинной, поскольку дозволяют повеление законов. И хотя я совершил человекоубийство, этот его наместник меня из моего города призвал и простил властью законов и своей. И то, что я сделал, все было сделано для защиты этого тела, которым его величество меня ссудило. Так что я не сознаю согласно повелениям, по которым живут на свете, чтобы я заслужил эту смерть. Но что мне кажется, что со мной происходит то, что случается с некоторыми злополучными лицами, каковые идучи по улице, им падает камень с какой-нибудь большой высоты на голову и убивает их. Что явствует очевидно быть могуществом звезд. Не то, чтобы они сговорились против нас, чтобы делать нам добро или зло, но это делается от их сочетаний, каковым мы подчинены. Хоть я и сознаю, что обладаю свободной волей, и если бы моя вера была свято упражнена, я вполне уверен, что ангелы неба унесли бы меня из этой темницы и надежно избавили бы меня от всех моих печалей, но так как мне не кажется, чтобы я был удостоен этого Богом, то поэтому неизбежно, чтобы эти небесные влияния исполнили надо мною свою зловредность. И этим потерзавшись некоторое время, я затем решился и тотчас же уснул. Глава 116 Когда рассвело, страж разбудил меня и сказал, о злополучный честный человек, теперь не время больше спать, потому что пришел тот, который должен сообщить тебе дурную весть. Тогда я сказал, чем скорее я выйду из этой мирской темницы, тем для меня будет лучше, тем более, что я уверен, что душа моя спасена и что я умираю напрасно. Христос славный и божественный приобщает меня к своим ученикам и друзьям, которые и он, и они были умерщвлены напрасно. Также напрасно умерщвляюсь и я и свято благодарю за это Бога. Почему не входит тот, кто должен меня приговорить? Страж тогда сказал. Ему слишком жаль тебя, и он плачет. Тогда я кликнул его по имени, каковому имя было миссер Бенедетто декалье. Я сказал «Войдите, мой миссер Бенедетто», потому что я вполне готов и решился. Мне гораздо больше славы умереть напрасно, чем если бы я умер по справедливости. Войдите, прошу вас, и дайте мне священнослужителя, чтобы я мог сказать ему четыре слова. Хоть этого и не требуется, потому что мою святую исповедь я ее принес Господу моему Богу, но только чтобы соблюсти то, что нам велит Святая Матерь Церковь. Потому что, хоть она и чинит мне эту злодейскую несправедливость, я чистосердечно ей прощаю. Так что входите, мой миссер Бенедетто, и кончайте со мной, пока чувства не начали мне изменять». Когда я сказал эти слова, этот достойный человек сказал стражу, чтобы он запер дверь, потому что без него не могла быть исполнена эта обязанность. Он отправился в дом к супруге сеньора Пьер Луиджи, каковая была вместе с вышесказанной герцогиней, и, явясь к ним, этот человек сказал, «Светлейшая моя госпожа, соблаговолите, прошу вас, ради Бога, послать сказать папе, чтобы он послал кого-нибудь другого объявить этот приговор бенвенута и исполнить эту мою обязанность, потому что я от нее отказываюсь и никогда больше не хочу ее выполнять». И с превеликим сокрушением, вздыхая, удалился. Герцогиня, которая тут же присутствовала, искажая лицо, сказала, «Вот оно правосудие, которое отправляется в Риме наместником Божиим. Герцог, покойный мой муж, очень любил этого человека за его качество и за его дарование, и не хотел, чтобы он возвращался в Рим, очень дорожаем возле себя». И ушла прочь, ворча со многими недовольными словами. Супруга синьора Пьер-Луиджи, ее звали синьора иеролима, пошла к папе и, бросившись на колени, при этом присутствовало несколько кардиналов, эта дама наговорила такого, что заставила папу покраснеть, каковой сказал, «Ради вас мы его оставим, хоть мы никогда и не имели злых мыслей против него». К супруге синьора Пьер-Луиджи иеролима или Джероламо Орсини. Эти слова, папа их сказал, потому что он был в присутствии этих кардиналов, каковые услышали слова, которые сказала эта удивительная и смелая дама. «Я был в превеликом беспокойстве, и сердце у меня билось непрерывно. Так же были в беспокойстве все те люди, которые были назначены для этой недоброй обязанности, пока не настал обеденный час. В каковой час всякий человек пошел по другим своим делам, так что мне принесли обедать. Поэтому, удивясь, я сказал, «Здесь возмогла больше правда, нежели зловредность небесных влияний, и я молю Бога, если на то будет Его воля, чтобы Он избавил меня от этой ярости. Я начал есть, и как я сперва возымел решимость на мою великую беду, так теперь я возымел надежду на мое великое счастье. Я спокойно пообедал, так как я оставался никого не видя и не слыша до часа ночи. В этот час явился Барджел с доброй частью своей челяди, каковой посадил меня опять на тот самый стул, на котором накануне вечером он меня принес в это место, и оттуда со многими ласковыми словами мне, чтобы я не беспокоился, а своим стражникам велел заботиться о том, чтобы не ушибить мне эту ногу, которая у меня была сломана, как зеницу ока. Так так сделали и отнесли меня в замок, откуда я ушел, и когда мы очутились высоко в башне, где дворик, там они меня оставили на время. Глава сто семнадцатая Между тем вышесказанный Костелан велел снести себя в то место, где я был, и все такой же больной и удрученный сказал, видишь, я тебя поймал, да, сказал я, но, видишь, я все-таки убежал, как я тебе говорил, и если бы я не был продан под папским словом за епископию венецианским кардиналом и римским форнезе, каковые и тот и другой исцарапали лицо пресвятым законам, ты бы никогда меня не поймал, но раз уж теперь ими введен этот скверный обычай, делай также и ты все самое дурное, что только можешь, потому что мне все безразлично на свете. Этот бедный человек начал очень громко кричать, говоря, увы, увы, ему безразлично жить или умереть, и он еще смелее, чем когда был здоров, поместите его там под садом и никогда больше не говорите мне про него, потому что он причина моей смерти. Меня снесли под сад в темнейшую комнату, где было много воды, полную тарантулов и множество ядовитых червей. Бросили мне на пакленный тюфечишко и вечером мне не дали ужинать и заперли меня на четыре двери. Так я оставался до девятнадцати часов следующего дня. Тогда мне принесли есть, каковых я попросил, чтобы они дали мне некоторые из моих книг почитать. Ни один из них ничего мне не сказал, но они передали это бедному человеку Костелану, каковой спрашивал, что я говорю. На другое затем утро мне принесли одну мою книгу, итальянскую Библию, и некую другую книгу, где были летописи Джованни Виллани. Джованни Виллани, 1276-1348, автор летописной истории Флоренции. Когда я попросил некоторые другие мои книги, мне было сказано, что больше я ничего не получу, и что с меня слишком много и этих. Так злосчастно я жил на этом тюфике, насквозь промокшем, так что в три дня все стало водой, и я был все время не в состоянии двигаться, потому что у меня была сломана нога. И когда я все-таки хотел сойти с постели за нуждой моих испражнений, то я шел на четвереньках с превеликим трудом, чтобы не делать нечистоты в том месте, где я спал. Полтора часа в день у меня бывал небольшой отблеск света, каковой проникал ко мне в эту несчастную пещеру через крохотное отверстие, и только в эту малость времени я читал, а остальную часть дня и ночи я все время оставался во тьме терпеливо, никогда без мысли о Боге и об этой нашей бренности человеческой. И мне казалось, что, наверное, через немного дней я этим образом здесь и кончу мою злополучную жизнь. Однако, как только я мог, я сам себя утешал, размышляя, насколько мне было бы неприятнее при разлучении с моей жизнью почувствовать эту неописуемую муку ножа. Тогда, как, будучи в таком положении, я с нею разлучался в сонном дурмане, каковой стал для меня гораздо приятнее, чем то, что было прежде. И мало по малу я чувствовал, как я гасну, пока, наконец, мое крепкое сложение не приспособилось к этому чистилищу. Когда я почувствовал, что оно приспособилось и привыкло, я решил сносить эту неописуемую тяготу до тех пор, пока оно само его у меня сносит. Глава сто восемнадцать Я начал сперва Библию, и благоговейно ее читал и обдумывал, и так пленился ею, что, если бы я мог, я только бы и делал, что читал. Но так, как мне недоставало света, то тотчас же на меня набрасывались все мои горести и причиняли мне такое мучение, что много раз я решал каким-нибудь образом истребить себя сам. Но так, как они не давали мне ножа, то мне трудно было найти способ это сделать. Но один раз среди прочих я приладил толстое бревно, которое там было, и подпер его, вроде как, западню. и хотел, чтобы оно обрушилось мне на голову, каковое размозжило бы мне ее сразу. И таким образом, когда я приладил все это сооружение, двинувшись решительно, чтобы его обрушить, как только я хотел ударить по нему рукой, я был подхвачен чем-то невидимым и отброшен на четыре локтя в сторону от того места и так испуган, что остался в обмороке, и так пробыл до рассвета, до девятнадцати часов, когда они мне принесли мой обед. Каковые, должно быть, приходили уже несколько раз, но я их не слышал, потому что, когда я их услышал, вошел капитан Сандрино Мональди, и я слышал, как он сказал, о несчастный человек, так вот, чем кончил такой редкий талант. В осаду 1530 года Сандрино Мональди командовал флорентийской милицией, после реставрации Медичи выслан в Пьембино. Услышав эти слова, я открыл глаза, поэтому увидел священников в столах, каковые сказали, о, вы говорили, что он умер. Столы ритуальные облачения священнослужителей. Боцца сказал, я его застал мертвым, потому и сказал, тотчас же они взяли меня оттуда, где я был, и, взяв тюфяк, который весь промокший стал как макароны, выбросили его из этой комнаты. И когда пересказали все это кастелану, он велел дать мне другой тюфяк. И так, припоминая, что это могло быть такое, что отвратило меня от этого самого предприятия, я решил, что это было нечто божественное и меня защитившее. Глава 119 Затем ночью мне явилось во сне чудесное создание во образе прекраснейшего юноши и, как бы упрекая меня, говорило, «Знаешь ли ты, кто тот, кто ссудил тебя этим телом, которое ты хотел разрушить раньше времени?» Мне казалось, будто я отвечаю ему, что признаю все от Бога природы. «Так значит, сказал он мне, ты пренебрегаешь его делами, раз ты хочешь их разрушить, предоставь ему руководить тобою и не теряй упования на его могущество». Со многими другими словами, столь удивительными, что я не помню и тысячной доли. Я начал размышлять о том, что этот ангельский образ сказал мне правду. И, окинув глазами тюрьму, увидел немного сырого кирпича, и вот потер его друг от друга и сделал вроде бы как жижицу. Затем все так же на четвереньках подошел к ребру этой самой тюремной двери и зубами сделал так, что отколол от него небольшую щепочку. И когда я сделал это, я стал дожидаться того светлого часа, который приходил ко мне в тюрьму, каковой был от двенадцати с половиной до двадцати одного с половиной. Тогда я начал писать как мог на некоих листках, которые имелись в книге Библии, и укорял возмущенный дух моего рассудка, что он не хочет больше жить. Каково я отвечал моему телу, извиняясь своим злополучием, а тело ему подавало надежду благо. И я написал диалогом так. Весь дальнейший стихотворный текст — очевидное подражание новой жизни Данте. Мой дух, поникший в горе, увы, жестокий, ты устал от жизни. Когда ты с небом в споре, кто мне поможет, как вернусь к отчизне, дай, дай мне удалиться к лучшей жизни. Помедли ради Бога. Затем, что небо к счастью готовит нас, какого мы не знали. Я подожду немного, лишь бы творец своей всевышней властью меня от горшей оградил печалью. Обретя снова силу, после того, как я сам себя утешил, продолжая читать свою Библию, я так приучил свои глаза к этой темноте, что там, где сперва я читал обычно полтора часа, я теперь читал целых три. И так удивительно размышлял о силе могущества Божьего в тех простейших людях, которые у меня с таким жаром верили, что Бог изволял им все то, что они себе представляли, уповая также и сам на помощь от Бога, как ради Его божественности и милосердия, а также и ради моей невинности, и постоянно то молитвую, то помыслами обращаясь к Богу, я всегда пребывал в этих высоких мыслях о Боге, так что на меня начала находить столь великая отрада от этих мыслей в Боге, что я уже не вспоминал больше ни о каких горестях, которые когда-либо в прошлом у меня были, а пел целый день псалмы и многие другие мои сочинения, все направленные к Богу. Только великое мучение мне причиняли ногти, которые у меня отрастали, потому что я не мог до себя дотронуться без того, чтобы себя ими не поранить, не мог одеваться, потому что они у меня выворачивались то вовнутрь, то наружу, причиняя мне великую боль. Кроме того, у меня умирали зубы во рту. Я это замечал, потому что мертвые зубы, подталкиваемые теми, которые были живы, мало-помалу продырявливали десны, и острия корней вылезали сквозь дно ячеек. Когда я это замечал, я их вытягивал, словно вынимал их из ножен, безо всякой боли или крови. Так у меня их повылезло весьма изрядно. Примирившись, однако, и с этими новыми неприятностями, я то пел, то молился, то писал этим толченым кирпичом вышесказанным, и начал капитуло в похвалу тюрьме, и в нем рассказывал все те приключения, которые я от нее имел, каковой капитуло напишется, погодя в своем месте. Капитуло стихотворение, или даже небольшая поэма в Терцинах, может быть, самого разного содержания, часто бурлескного, сатирического, например, капитули Берни. Глава сто двадцатая Добрый Бога, и говоря себе, о, насколько более рад я этой, нежели тем. Те, кто слышал, как я говорил эти слова, все это передали Костеллану, каковой с изумительным неудовольствием сказал, о, Боже, он торжествует и живет в такой нужде, а я бедствую в таких удобствах и умираю единственно из-за него. Идите живо и поместите его в ту наиболее подземную пещеру, где был умерщвлен голодом проповедник Фояно, последователь Савонаролы, вдохновитель религиозно-политической оппозиции к Медиче в осаду 1530 года. Молотест Абальоне выдал его Клименту VII, был умерщвлен в замке Святого Ангела. Быть может, когда он увидит себя в такой беде, у него выйдет блажь из головы. Тотчер же пришел ко мне в тюрьму капитан Сандрино Мональди и с ним человек двадцать этих самых слуг Костелана. И застали меня, что я был на коленях и не оборачивался к ним, но молился Богу Отцу, украшенному ангелами, и Христу воскресающему победоносно, которых я себе нарисовал на стене куском угля, который я нашел прикрытым землей после четырех месяцев, что я пролежал навзничь в постели со своей сломанной ногой. И столько раз мне снилось, что ангелы приходили мне ее врачевать, что после четырех месяцев я стал крепок, как если бы она никогда не была сломана. снилось, вот они пришли ко мне, до того вооруженные, словно боялись, не ядовитый ли я дракон. Сказанный капитан сказал, — Ты же слышишь, что нас много и что мы с великим шумом к тебе идем, а ты к нам не оборачиваешься? При этих словах, представив себе отлично то худшее, что со мной могло случиться, и став привычным и стойким к беде, я им сказал, — К этому Богу, Который возносит меня к тому, что в небесах, я обратил душу мою и мои созерцания и все мои жизненные силы, а к вам я обернул как раз то, что вам подобает, потому что то, что есть доброго во мне, вы недостойны видеть и тронуть его не можете, так что делайте с тем, что ваше все то, что вы можете. Этот сказанный капитан, боясь, не зная, что я хочу сделать, сказал четверым из тех, что были покрепче, — Положите в сторону все свое оружие. Когда они его положили, он сказал, — Живо, живо, кидайтесь на него и хватайте, ведь не дьявол же он, чтобы столько нас должно было его бояться. Теперь держите крепко, чтобы он у вас не вырвался. Я схваченный и насилуемый ими, воображая много худшее, чем то, что со мной потом случилось, поднимая глаза к Христу сказал, о праведный Боже, — Ты же оплатил на этом высоком древе все долги наши. Почему же теперь должна оплачивать моя невинность долги тех, кого я не знаю? Но да будет воля Твоя! Между тем они понесли меня прочь с зажженным факелом. Думал я, что они хотят меня бросить в провал Саммало, так называется ужасающее место, каковое поглотило многих вот так же живьем, потому что они падают в основание замка вниз в колодезь. Этого со мной не случилось. Поэтому мне казалось, что я очень дешево отделался, потому что они положили меня в эту отвратительную пещеру, вышесказанную, где умер Фойяна от голода, и там меня оставили лежать, не причиняя мне иного зла. Когда они меня оставили, я начал петь из глубины воззвах «Жалься на тебя, Господи, уповаю». Католические молитвы. Весь этот день первого августа я праздновал с Богом, и все время у меня ликовало сердце надеждой и верой. На второй день они меня вытащили из этой ямы и отнесли меня обратно туда, где были эти мои первые рисунки, этих образов божьих. К каковым, когда я прибыл, то в присутствии их от сладости и веселья я много плакал. После этого Кастелан каждый день хотел знать, что я делаю и что я говорю. Папа, который слышал обо всем происшедшем, а уж врачи приговорили к смерти сказанного Кастелана, сказал, прежде чем мой Кастелан умрет, я хочу, чтобы он умертвил, как ему угодно, этого бенвенута, который причина его смерти, дабы он не умер неотмщенным. Слыша эти слова из уст герцога Пьер Луиджи, Кастелан сказал ему, так значит папа отдает мне бенвенута и хочет, чтобы я ему отомстил? Не думайте в таком случае ни о чем и предоставьте это мне. Подобно тому, как сердце папы было злобным по отношению ко мне, так прихуда и мучительно было на первый взгляд сердце Кастелана. И в этот миг тот невидимый, который отвратил меня от желания убить себя, пришел ко мне, хоть невидимо, но с голосом ясным, и встряхнул меня, и поднял меня с ложа и сказал, увы, мой бенвенута, скорее, скорее, прибеги к Богу с твоими обычными молитвами и кричи громко-громко. Тотчас же, испуганный, я стал на колени и прочел много моих молитв громким голосом, после всех привыкший приходить на помощь католическая молитва. После этого я побеседовал с Богом некоторое время, и в некое мгновение тот же голос, открытый и ясный, мне сказал, иди отдохнуть и не бойся больше. И это было, когда Кастелан, дав жесточайший приказ о моей смерти, вдруг взял его назад и сказал, «Разве не Бенвенута тот, кого я так защищал, и тот, о ком я знаю, наверное, что он невинен, и что все это зло причинено ему напрасно? И как же Бог смилостивится надо мной и над моими грехами, если я не прощу тем, кто учинил мне величайшие обиды? И почему я стану обижать человека достойного, невинного, который оказал мне услугу и честь? — Ладно, вместо того, чтобы его убивать, я даю ему жизни свободу и оставляю в завещании, чтобы никто ничего с него не требовал подолгу за большие издержки, которые он здесь должен был бы заплатить. Об этом услышал папа и очень рассердился. Глава 121 Я пребывал тем временем с моими обычными молитвами и писал свой капитул и мне начали каждую ночь сниться самые веселые и самые приятные сны, какие только можно себе вообразить. И все время мне казалось, что я, видимо, вместе с тем, кого я невидимо услышал и слышал очень часто, у какового я не требовал никакой другой милости, как только просил его и настойчиво, чтобы он свел меня куда-нибудь, откуда я бы мог увидеть солнце, говоря ему, что это единственное желание, которое у меня есть, и что если бы я хотя бы только раз мог его увидеть, то я бы затем умер довольным. Из всего того, что у меня было в этой тюрьме неприятного, все мне стало дружественным и любезным, и ничто меня не расстраивало. Однако эти приверженцы Костелана, которые ожидали, что Костелан меня повесит на том зубце, откуда я спустился, как он это говорил, увидев затем, что сказанный Костелан принял другое решение, совершенно обратное тому, они, которые не могли этого вынести, все время учиняли мне какой-нибудь новый страх, через каковой я должен был возыметь боязнь лишиться жизни. Как я говорю, ко всему этому я так привык, что ничего уже не страшился, и ничто меня уже не трогало, только это желание, чтобы мне приснилось, что я вижу солнечный шар. Так что, продолжая мои великие молитвы, все обращенные с любовью к Христу, я постоянно говорил, «О, истинный Сын Божий, я молю Тебя ради Рождества Твоего, ради Твоей крестной смерти и ради славного Твоего воскресения, чтобы Ты меня удостоил, чтобы я увидел солнце, если не иначе, то хотя бы во сне, но если Ты меня удостоишь, чтобы я его увидел этими моими смертными глазами, я Тебе обещаю прийти посетить Тебя у Твоего святого гроба». Это решение и эти мои наибольшие мольбы к Богу, я их сотворил во второй день октября года 1539-го. Когда настало затем следующее утро, каковое было в третий день сказанного октября, я проснулся на рассвете до восхода солнца приблизительно за час, и приподнявшись с этого моего несчастного одра, я надел на себя кое-какую одежку, какая у меня была, потому что начало становиться свежо. И так приподнявшись, я творил молитвы, еще более прилежные, чем когда-либо творил прежде. И в сказанных молитвах я с великими просьбами говорил Христу, чтобы Он не спасал мне хотя бы столько милости, чтобы я узнал божественным внушением, за какой мой грех я несу столь великое наказание. И так как Его Божеское Величество не пожелало удостоить меня лицезрения солнца хотя бы во сне, то я просил Его ради всего Его могущества и силы, чтобы Он меня удостоил того, чтобы я знал какова причина этого наказания. Глава 122 Сказав эти слова этим невидимым, словно как бы ветром, я был подхвачен и унесен прочь, и был приведен в палату, где этот мой невидимый теперь уже видимо мне явился в человеческом образе, в виде юноши с первым пушком, с лицом изумительнейшим, прекрасным, но строгим, невеселым, и показал мне на эту палату, говоря мне, все эти люди, которых ты видишь, это все те, которые доселе родились и затем умерли. Поэтому я его спросил, по какой причине он привел меня сюда. Таковой мне сказал, иди со мной, и ты скоро узнаешь. В руке у меня оказался кинжальчик, а на теле кольчуга. И вот он повел меня по этой великой палате, показывая мне всех этих, которые бесконечными тысячами то в одну сторону, то в другую проходили. Проведя меня дальше, он вышел передо мной через маленькую дверцу в какое-то место, вроде как бы в узкую улицу, и когда он повлек меня за собой в сказанную улицу, то при выходе из этой палаты я оказался безоружен и был в белой рубашке, а на голове у меня ничего не было, и я был по правую руку от сказанного моего спутника. Я увидел себя таким образом и удивился, потому что не узнавал этой улицы, и, подняв глаза, увидел, что солнечный свет ударяет в стену, как бы в фасад дома у меня над головой. Тогда я сказал, о, друг мой, как мне сделать, чтобы я мог подняться настолько, чтобы мне увидеть самый солнечный шар? Он указал мне на несколько ступеней, которые были тут же по правую от меня руку, и сказал мне, ступай туда сам. Я, отойдя от него немного, стал подниматься задом наперед и вверх по этим нескольким ступеням и начинал мало-помалу открывать близость солнца. Я торопился подняться и настолько взошел кверху этим сказанным образом, что открыл весь солнечный шар. И так, как сила его лучей по их обыкновению заставила меня закрыть глаза, то, заметив свою ошибку, я открыл глаза и, глядя в упор на солнце, сказал, «О, мое солнце, которого я так желал, я больше не хочу видеть ничего другого, хотя бы твои лучи меня ослепили». Так я стоял, вперив в него глаза. И когда я постоял немножко таким образом, я вдруг увидел, как вся эта сила этих великих лучей кинулась в левую сторону сказанного солнца. И так как солнце осталось чистым, без своих лучей, я с превеликим наслаждением на него смотрел. И мне казалось удивительным, что эти лучи исчезли таким образом. Я размышлял, что это за божественная милость, которая мне была в это утро от Бога, и говорил громко, «О, дивное твое могущество, о славная твоя сила! Сколь большую милость ты мне творишь, чем то, чего я ожидал!» Мне казалось, это солнце без своих лучей не более не менее как сосудом с чистейшим расплавленным золотом. Пока я созерцал это великое дело, я увидел, как посередине сказанного солнца что-то начало вздуваться, и как росли эти очертания этого самого вздутия, и вдруг получился Христос на кресте из того же вещества, что и солнце. И он был такой красоты в своем всеблагостном виде, какой разум человеческий не мог бы вообразить и тысячной доли. И пока я это созерцал, я говорил громко чудеса, чудеса, о Боже, о милосердие Твое, о могущество Твое бесконечное, чего ты меня удостаиваешь в это утро. И пока я созерцал, и пока говорил эти слова, этот Христос подвигался в ту сторону, куда ушли его лучи, и посередине солнца снова что-то начало вздуваться, как уже было раньше. И когда вздутие выросло, оно вдруг превратилось во образ прекраснейшей Мадонны, которая как бы восседала очень высоко со сказанным сыном на руках, с прелестнейшим видом, словно смеясь. С той и с другой стороны она была помещена посреди двух ангелов, прекрасных настолько, насколько воображение не досягает. И еще я видел на этом солнце по правую руку фигуру, одетую подобно священнослужителю. Она стояла ко мне спиной, а лицо имело обращенным к этой Мадонне и к этому Христу. Все это я видел подлинным, ясным и живым и беспрестанно благодарил славу Божию превеликим голосом. Когда это удивительное дело пробыло у меня перед глазами немногим более одной восьмой часа, оно от меня ушло. И я был перенесен на этот мой одр. Тотчас же я начал сильно кричать, громким голосом говоря, могущество Божие удостоило меня показать мне всю славу свою, каковой быть может никогда еще не видела ничье смертное око. Так что поэтому я знаю, что буду свободен и счастлив и в милости у Бога, а вы злодеи, злодеями останетесь несчастными и в немилости Божьей. Знаете, что я совершенно уверен, что в день всех святых каковой был тот, когда я явился на свет ровно в 1500 году, в первый день ноября, в следующую ночь, в 4 часа, в этот день, который настанет, вы будете принуждены вывести меня из этой мрачной темницы и не сможете поступить иначе, потому что я это видел своими глазами и на этом престоле Божьем. этот священнослужитель, который был обращен к Богу и который стоял ко мне спиной, это был святой Петр, каковой предстательствовал за меня, стыдясь, что в его доме чинятся христианам такие тяжкие неправды. Так что скажите это кому хотите, что никто не имеет власти делать мне отныне зло, и скажите этому господину, который держит меня здесь, что если он даст мне или воску, или бумаги, и способ, чтобы я мог ему выразить эту славу Божию, которая была мне явлена, я ему, наверное, сделаю ясным то, в чем, быть может, он сомневается. Глава 123 Костелан, хотя врачи не имели больше никакой надежды на его спасение, все еще пребывал в твердом уме, и у него прошла эта сумасшедшая дурь, которая одолевала его каждый год. И так, как он целиком и полностью предался душе, то совесть его угрызала, и он по-прежнему считал, что я потерпел и терплю величайшую неправду. И когда он велел передать папе те великие вещи, которые я говорил, папа послал ему сказать, как человек, который не верил ни в Бога, ни во что, говоря, что я сошел с ума, и чтобы он заботился насколько можно больше о своем здоровье. Услышав эти ответы, Костелан прислал меня утешить и прислал мне, чем писать, и воску, и некие палочки, сделанные, чтобы работать по воску, со многими любезными словами, которые мне сказал некий из этих его слуг, который меня любил. Этот был совсем обратное той шайки этих прочих злодеев, которым хотелось бы видеть меня мертвым. Я взял эту бумагу и этот воск и начал работать. И пока я работал, я написал этот сонет, обращенный к Костелану. Когда б моя могла явить вам Лира, тот вечный свет, который в смертной доле мне дал Господь, вам эта вера более была б ценна, чем скипетр и Порфира. О, если б знал великий пастырь Клира, что зрел я Бога на его престоле, чего душа не может зреть доколе не бросит лютого и злого мира, вмиг правосудия святые двери разверзлись бы и пал бы цепью связан гнев нечестивый высылая крики. Имей я свет, дабы по крайней мере чертеж небес искусством был показан, мне был бы легче крест скорбей великий. Глава 124 Когда на другой день пришел и принес мне мою еду этот слуга Костелана, каковой меня любил, я ему дал этот сонет написанным, каковой втайне от тех других злых слуг, которые меня не любили, дал его Костелану, каковой охотно выпустил бы меня, потому что ему казалось, что эта великая неправда, которая была мне ученена, была немалой причиной его смерти. Он взял сонет и, прочтя его несколько раз, сказал, «Это не слова и не мысли безумца, но человека хорошего и честного». И тотчас же велел одному своему секретарю, чтобы тот отнес его папе, и чтобы отдал его в собственные руки, прося его, чтобы он меня выпустил. Пока сказанный секретарь носил сонет папе, Костелан прислал мне света на день и на ночь, со всеми удобствами, каких в этом месте можно было желать. Поэтому я и начал оправляться от недомогания моей жизни, каковое стало превеликим. Папа прочел сонет несколько раз. Затем послал сказать Костелану, что очень скоро сделает нечто такое, что будет ему приятно. И несомненно, что папа затем охотно выпустил бы меня. Но сеньор Пьер Луиджи, сказанный, его сын, почти против воли папы, держал меня там насильно. Когда уже приближалась смерть Костелана, а я тем временем нарисовал и вылепил это удивительное чудо, в утро всех святых он прислал с Пьера у Голини своим племянником показать мне некие драгоценные камни, каковые, когда я увидел, я тотчас же сказал, это знак моего освобождения. Тогда этот юноша, который был человек прималого рассуждения, сказал, об этом ты никогда и не думай, бен вен вен то. Тогда я сказал, унеси прочь свои камни, потому что меня держат так, что я не вижу света, как только в этой темной пещере, в каковой нельзя распознать качество камней, а что до выхода из этой темницы, то не успеет кончиться этот день, как вы придете меня из и это непременно должно быть так, иначе сделать вы не можете. Он ушел и велел меня снова запереть, и, уйдя, отсутствовало больше двух часов по часам, затем пришел за мной без вооруженных с двумя мальчиками, чтобы они помогли меня поддерживать, и так повел меня в те большие комнаты, которые у меня были раньше, это было в 1538 году, дав мне все удобства, какие я требовал. Глава 125 Немного дней спустя Кастелан, который считал, что я на воле и свободен, утесненный своим великим недугом, приставился от этой настоящей жизни, и взамен его остался миссер Антонио Угалини, его брат, каковой сообщил покойному Кастелану, своему брату, что он меня выпустил. Этот миссер Антонио, насколько я слышал, имел распоряжение от папы оставить меня в этой просторной тюрьме, до тех пор, пока тот ему не скажет, что ему со мной делать. Этот миссер Дуранте, брешанец, уже вышесказанный, сговорился с этим солдатом, аптекарем из прато, дать мне съесть какую-нибудь жидкость среди моих кушаний, которая была бы смертоносной, но не сразу, подействовала бы через четыре или через пять месяцев. Они придумали положить в пищу толченого алмазу, каковой никакого рода яду в себе не имеет, но по своей неописуемой твердости остается с приострыми краями и делает не так, как другие камни. Потому что эта мельчайшая острота у всех камней, если их истолочь не остается, а они остаются как бы круглыми, и только один алмаз остается с этой остротой. Так что, входя в желудок вместе с прочими кушаниями, при том вращении, которое производит кушание, чтобы произвести пищеварение, этот алмаз пристает к хрящам желудка и кишок, и по мере того, как новая пища подталкивает его все время вперед, этот приставший к ним алмаз в небольшой промежуток времени их прободает, и по этой причине умирают, тогда как всякий другой род камней или стекол, смешанный с пищей, не имеет силы пристать и так и уходит с пищей. Поэтому этот мессер Дуранте, вышесказанный, дал алмаз кое-какой ценности одному из этих стражей. Говорили, что это было поручено некоему Леоне, аретинскому золотых дел мастеру, великому моему врагу. Леоне, Леоне, 1509-1590, золотых дел мастер и скульптор, проведший весьма бурную жизнь. Много работал в Италии и в Испании при Карле Пятом. Серьезный соперник Челлини, ревниво к нему относившемуся. Этот Леоне получил алмаз, чтобы его истолочь. И так как Леоне был очень беден, а алмаз должен был стоить несколько десятков скуда, то он заявил этому стражу, что этот порошок, который он ему дает, и есть тот самый толченый алмаз, который назначено было мне дать. И в то утро, когда я его получил, они мне его положили во все кушанья. Было это в пятницу. Я получил его и в салате, и в подливе, и в супе. Я с охотой принялся есть, потому что накануне постился. День этот был праздничный. Правда, я чувствовал, что пища у меня хрустит на зубах, но я и подумать не мог о таких злодействах. Когда я кончил обедать, то так, как на тарелке оставалось немного салата, мне попались на глаза некие мельчайшие осколки, каковые у меня остались. Я их тотчас же взял, и, подойдя к свету окна, которое было очень светлое, пока я их разглядывал, мне вспомнился тот хруст, который у меня производила утром пища больше, чем обычно. И когда я еще раз хорошенько их рассмотрел, поскольку глаза могли судить, мне показалось решительно, что это толченый алмаз. Я тотчас же счел себя мертвым, самым решительным образом, и так сокрушенно прибег набожно к святым молитвам. И благо, я так решил, то мне казалось, наверное, что я кончен и мертв. И целый час я творил превеликие молитвы Богу, благодаря Его за эту столь приятную смерть. Раз мои звезды так уж мне судили, мне казалось, что я дешево отделался, уходя этой легкой дорогой. И я был доволен и благословил свет и то время, что я на нем пробыл. Теперь я возвращался в лучшее царство милостью Божьей, ибо мне казалось, что я всенаверно ее обрел. И в то время, как я стоял с этими мыслями, я держал в руке некие мельчайшие крупинки этого мнимого алмаза, каковой я несомненнейше почитал таковым. Но так как надежда никогда не умирает, то я словно как бы прельстился чуточкой пустой надежды. Каковая была причина, что я взял чуточку ножек и взял этих сказанных крупиц и положил их на некое тюремное железо, затем, накрыв их плашмя острием ножа, сильно надавив, я почувствовал, что сказанный камень распадается. И, посмотрев хорошенько глазами, увидал, что так оно действительно и есть. Тотчас же я облегся новой надеждой и сказал, это не мой враг, миссер Дуранте, а мягкий камешек, каковой не может мне сделать ни малейшего вреда. И, подобно тому, как я было решил молчать и умереть с миром этим способом, я принял новое намерение, но прежде всего, возблагодарив Бога и благословив бедность, которая, подобно тому, как много раз бывает причиной человеческой смерти, на этот раз была прямой причиной моей жизни, потому что, когда этот миссер Дуранте, мой враг, или кто бы он ни был, дал Леоне алмаз, чтобы тот мне его истолок, ценою в сто с лишним скудо, то этот по бедности взял его себе, а для меня истолок голубой берил ценою в два карлино, думая, быть может, что так, как и это тоже камень, что он произведет то же действие, что и алмаз. Это не мой враг, миссер Дуранте, а мягкий камешек. Все это зубоскальство в адрес Дуранте построено на двойном смысле. Дуранте твердый. Глава 126 В это время епископ Павийский, брат графа Сан Секондо по имени Монсеньор де Росси Пармский, этот епископ был заточен в замке за некие непорядки, которые были учинены в Павии. И так, как он был большой мой друг, то я высунулся из отверстия моей тюрьмы и позвал его громким голосом, говоря ему, что дабы убить меня. Эти разбойники дали мне толченого алмазу, и велел ему показать через одного его слугу некоторые из этих порошинок, у меня оставшихся. Но я ему не сказал, что распознал, что это не алмаз. Но говорил ему, что они, наверное, меня отравили после смерти этого достойного человека, Костелана. И ту малость, что я еще живу, я просил его, чтобы он мне давал от своих хлебов по одному в день, потому что я больше не хочу есть ничего, что идет от них. И он мне обещал присылать мне от своей пищи. Монсеньор де Росси Пармский Джован Джеролама де Росси был заключен в 1538 году в замок Святого Ангела не за некие непорядки, а по обвинению в убийстве. Разбирательство длилось много лет, и Росси был признан невиновным, впоследствии стал губернатором Рима. Этот мессер Антонио, который, конечно, к такому делу не был причастен, учинил весьма великий шум и пожелал увидеть этот толченый камень, думая также и он, что это алмаз. И думая, что это предприятие исходит от папы, отнесся к нему это полегоньку после того, как поразмыслил об этом случае. Я продолжал есть пищу, которую мне присылал епископ, и писал непрерывно этот мой капитул о тюрьме, помещая в него ежедневно все те приключения, которые вновь со мной случились от раза к разу. Также сказанный мессер Антонио присылал мне есть с некоем вышесказанным Джованни, аптекарем из спрато тамошним солдатом. Этому, который был мне превраждебен, и который и был тот, что принес мне этот толченый алмаз, я ему сказал, что ничего не желаю есть из того, что он мне носит, если сперва он сам передо мной не отведает. Он же мне сказал, что отведывают кушанье перед папами, на что я ответил, что подобно тому, как дворяне обязаны отведывать кушанье перед папой, так и он, солдат, аптекарь, мужик из спрато, обязан отведывать их перед таким флорентинцем, как я. Этот наговорил великих слов, а я ему. Этот мистер Антонио, стыдясь немножко, а также намереваясь заставить меня оплатить те издержки, которые бедный покойный Кастелан мне подарил, нашел другого из этих своих слуг, каковой был мне друг и присылал мне мою еду, каковую вышесказанно и любезно передо мной отведывал, без дальнейших споров. Этот слуга говорил мне, что папа каждый день докучаем этим монсеньором Димурлюком, каковой от имени короля беспрестанно меня требует, и что у папы нет особой охоты меня отдавать, и что кардиналу Форнезе, некогда такому моему покровителю и другу пришлось сказать, чтобы я не рассчитывал выйти из этой тюрьмы пока что, на что я говорил, что я из нее выйду наперекор всем. Алессандро Форнезе, старший сын Пьер Луиджи, вопреки мнению Челлини, именно Алессандро Форнезе убедил папу освободить Челлини. Он только что вернулся из Франции и, по-видимому, хорошо понял, что просьбу Франциска Первого выгоднее удовлетворить. Этот достойный юноша просил меня, чтобы я молчал и чтобы не услыхали, что я это говорю, потому что это мне очень повредило бы, и что то упование, которое я имею на Бога, должно ожидать его милости, а мне надо молчать. Ему я говорил, что могуществу Божию нечего бояться злобы неправосудия. Глава 127 Когда так прошло немного дней, появился в Риме кардинал Феррарский, каковой, когда пошел учинить приветствие папе, папа так его задержал, что настало время ужина. И так, как папа был искуснейший человек, то ему хотелось иметь побольше досугу, чтобы поговорить с кардиналом об этих французских делишках. И так, как за выпивкой говорятся такие вещи, которые вне такого дела иной раз и не сказались бы, то поэтому, так как этот великий король Франциск во всех своих делах был весьма щедр, кардинал, который хорошо знал вкус короля, также и он вполне угодил папе гораздо больше даже, нежели папа ожидал, так что папа пришел вот в какое веселье, как поэтому, а также и потому, что имел обыкновение раз в неделю учинять весьма здоровенный кутеж, так что потом его выблевывал. Когда кардинал увидел доброе расположение папы, способное оказывать милости, он попросил меня от имени короля с великой настойчивостью, заявляя, что король имеет великое к тому желание. Тогда папа, чувствуя, что приближается к часу своего блева, и так как чрезмерное изобилие вина так же делала свое дело, сказал кардиналу с великим смехом, сейчас же, сейчас же я хочу, чтобы вы отвели его домой. И, отдав точное распоряжение, встал из-за стола. А кардинал тотчас же послал за мной, пока сеньор Пьер Луиджи про это не узнал, потому что он бы не дал мне никоим образом выйти из тюрьмы. Пришел папский посланец, вместе с двумя вельможами кардинала Феррарского. И в пятом часу ночи они взяли меня из сказанной темницы и привели меня перед кардинала, каковой оказал мне неописуемый прием. Взяли меня из сказанной темницы 4 декабря 1539 года. И там хорошо устроенный я остался себе жить. Мессер Антонио, брат Кастелана, и на его месте пожелал, чтобы я оплатил ему все издержки, со всеми теми прибавками, которых обычно хотят пристава и подобный народ, и не пожелал соблюсти ничего из того, что покойный Кастелан завещал, чтобы для меня было сделано. Это мне стоило многих десятков скудо, также и потому, что кардинал мне потом сказал, чтобы я очень остерегался, если я желаю блага своей жизни, и что если бы в тот вечер он меня не взял из этой темницы, то мне бы никогда не выйти, ибо он уже слышал, будто папа весьма жалеет, что меня выпустил. Глава 128 Мне необходимо вернуться на шаг назад, потому что в моем капитулу встречается все то, о чем я говорю. Когда я жил эти несколько дней в комнате у кардинала, а затем в потайном саду у папы, то среди прочих моих дорогих друзей меня навестил один казначей мессер Биндо Альтовити, какового по имени звали Бернардо Галуци, каковому я доверил стоимость нескольких сот Скудо, и этот юноша в потайном саду у папы меня навестил и хотел мне все вернуть, на что я ему сказал, что не сумел бы отдать свое имущество ни более дорогому другу, ни в место, где бы я считал, что оно будет более сохранно. Каковой мой друг, казалось, корчился, до того не хотел, и я чуть ли не силой заставил его его сохранить. Выйдя в последний раз из замка, я узнал, что этот бедный юноша, этот сказанный Бернардо Галуци, разорился, так что я лишился своего имущества. И еще в то время, когда я был в темнице, ужасный сон, мне были изображены, словно как бы пером написаны у меня на лбу слова величайшей важности. И тот, кто мне их изобразил, повторил мне добрых три раза, чтобы я молчал и не передавал их другим. Когда я проснулся, я почувствовал, что у меня лоб запачкан. Поэтому в моем капитале о тюрьме встречается множество таких вот вещей. И еще мне было сказано, причем я не знаю, что такое я говорю, все то, что потом случилось с сеньором Пьер Луидже, до того ясно и до того точно, что я сам рассудил, что это ангел небесный мне это внушил. И еще я не хочу оставить в стороне одну вещь, величайшую, какая случалась с другими людьми. И это для подтверждения божественности Бога и Его тайн, каковой удостоил меня этого удостоиться. что с тех пор, как я это увидел, у меня осталось сияние удивительное дело над моей головой, каковой очевидно всякого рода человеку, которому я хотел его показать, каковых было весьма немного. Это видно на моей тени утром при восходе солнца вплоть до двух часов по солнцу и много лучше видно, когда на травке бывает этакая влажная роса. Так же видно и вечером при закате солнца. Я это заметил во Франции и в Париже, потому что воздух в тамошних местах настолько более чист от туманов, что там оно виделось выраженно много лучше, нежели в Италии, потому что туманы здесь много более часты. Но не бывает, чтобы я во всяком случае его не видел. И я могу показывать его другим, но не так хорошо, как в этих сказанных местах. Я хочу списать свой капитуло, сочиненный в тюрьме, и в похвалу сказанной тюрьме. Затем продолжу хорошее и худое, случавшееся со мной от времени до времени, а также и то, которое со мной случится в моей жизни. этот капитуло я пишу для Лука Мартини, обращаясь в нем к нему, как здесь можно слышать. Кто хочет знать о всемогущем Боге, и можно ли сравниться с ним хоть в Мале, тот должен, я скажу, побыть во строге. Пусть тяготят его семья печали и немощи телесного недуга, да пусть еще придет из дальней дали. А чтоб еще славней была заслуга, будь взят безвинно, без конца сиденья и не иметь ни помощи, ни друга. Да пусть разграбят все твое имение, жизнь под угрозой, подчинен халую и никакой надежды на спасение. С отчаяния пойти напрополую, взломать темницу, спрыгнуть с цитадели, чтоб в худшей яме пожалеть былую. Но слушай Лука о главнейшем деле. Нога в лубках, обманут в том, что свято, тюрьма течет и нет сухой постели. Забудешь, что и говорил когда-то, а корм приносит с невеселым словом солдат, аптекарь, мужичье испрато. Но нет предела в искусе суровом, сесть не на что, единственно на судно, а между тем все думаешь о новом. Служителю вилят неправосудно, дверь отворять не больше узкой щели, тебя не слушать, не помочь, коль трудно. Вот где рассудку множество веселей, быть без чернил, пера, бумаги, света, а полон лучших дум от колыбели. Жаль, что так мало сказано про это. Из мысли сам на этих чайшей жребий он подойдет для моего предмета. Но чтобы нашей послужить потребе и спеть хвалы, которых ждет темница, не хватит всех, кто обитает в небе. Здесь честные не мучились бы лица, когда б ни слуги, ни дурные власти, гнев, зависть, или спор, или блудница. Чтоб мысль свою поведать без пристрастий, здесь познаешь и славишь лик Господень, все адские претерпевая страсти. Иной, по мнению всех, как есть негоден, а просидев два года без надежды, выходит свят и мудр и всем угоден. Здесь утончаются дух, плоть, одежды, и самый тучный исхудает ликом, и на престол небес разверсты вежды. Скажу тебе о чуде превеликом. Пришла мне как-то мысль писать, блажная. Чего не сыщешь в случае таликом? Хожу в коморке, голову терзая, затем к тюремной двери, ставши боком, откусываю щепочку у края. Я взял кирпич, тут бывший ненароком, и в порошок растер его, как тесто, затем его заквасил мертвым соком. Пыл вдохновения с первого присеста, вошел мне вплоть, ей-ей, по тем дорогам, где хлеб выходит, нет другого места. Вернусь к тому, что я избрал предлогом, пусть всякий, кто добро постигнуть хочет, постигнет зло, неспосланное Богом. Любое из искусств тюрьма упрочит. Так, если ты захочешь врачевания, она тебе всю кровь из жил источит. Ты станешь в ней, не приложив старания, речистом, дерзким, смелым, без завета, в добре и зле, исполненном познанием. Блажен, кто долго пролежит без света, один в тюрьме и вольных дней дождется. Он и в войне, и в мире муж совета. Ему любое дело удается, и он настолько стал богат дарами, что мозг его уже не пошатнется. Ты скажешь мне, ты оскудел годами, а что ты в ней обрел столь нерушимо, чтоб грудь и перси наполнялись сами? Что до меня, то мной она хвалима. Но я б хотел, чтоб всем была награда, кто заслужил, пусть не проходит мимо, пусть всякий, кто блюдет людское стадо, в темнице умудряется сначала, тогда бы он узнал, как править надо. Себя он вел бы, как и всем пристало, и никогда не сбился бы с дороги, и меньше бы смятенья всюду стало. За те года, что я провел во строге, там были черницы, попы, солдаты, и к наихудшим были меньше строги. Когда б ты знал, как чувства болью сжаты, коль на твоих глазах уйдет подобный, жалеешь, что рожден на свет проклятый. Но я молчу, я слиток чистопробный, который тратить надо очень редко, и для работы не вполне удобный. Еще одна для памяти заметка. На чем я написал все это, Лука? на книге нашего с тобою предка. Вдоль по полям располагалась мука, которая все члены мне скрутила, а жидкость получилась вроде тука. Чтоб сделать, о, три раза надо было макать перо. Не мучат так ужасно повитых душ средь адского горнила. Но так как я не первый здесь напрасно, то я смолчу и возвращусь к неволе, где мозг и сердце мучу ежечасно. Я меж людей хвалю ее всех боли. И непознавшим заявляю круто, добру научат только в этой школе. О, если бы позволили кому-то произнести, как я прочел на медне, возьми свой одр и выйди бенвенуто, я пел бы верую и день последний, и отче наш, лиящий дрот потоки, хромым, слепым и нищим у обедни. О, сколько раз мои бледнели щеки от этих лилий, так что сердцу стали Флоренция и Франция далеки. И если мне случится быть в шпитале, и там бы благовещение висело, сбегу, как зверь, чтоб очи не видали, не из-за той, чье непорочно тело, не от ее святых и славных лилий, красы небес и дольнего предела, но так как нынче все углы покрыты, те, у которых ствол в крюках ужасных, мне станет страшно, это не они ли? О, сколько есть под их ермом злосчастных, как я, рабов эмблемы беззаконной, высоких душ, божественных и ясных, я видел, как упал с небес, сраженный, тлетворный символ, устрашив народы, потом на камне новый свет зажженный, как в замке, где я тщетно ждал свободы, разбился колокол, предрек мне это, творящий в небе суд из рода в роды, и вскоре черный гроб я видел где-то меж лилий сломанных и крест и горе и множество простертых в скорбь одета, я видел тускем души в вечном споре, страшащий всех, и был мне голос внятный, тебе вредящих я похищу вскоре. Петровой тростью вестник благодатный мне начертал на лбу святые строки и дал завет молчанья троекратной. Того, кто солнце правит бег высокий, в его лучах я зрел во всей святыне, как человек не видит смертноокий. Пел воробей вверху скалы в пустыне пронзительно, и я сказал, наверное, он к жизни мне поет, а вам к кончине. И я писал и пел нелицемерно, прося у бога милости защиты, за тем, что смерть мой взор гасила мерно. Волк, лев, медведь и тигр не так сердиты, у них до свежей крови меньше жажды, и сами змеи меньше ядовиты. Такой я я некоей трубе внимал ушами, вещавший мне, а я вещал им в яве, не размышляя, одолен скорбями. Увидев, что надеяться не вправе, они алмаз мне тайно дали в пище, толченый, чтобы съесть, а не в оправе. Я стал давать на пробу мужичище, мне корм носившему, и впал в тревогу, должно быть, то дуран ты мой дружище. Но мысли я сперва доверил Богу, прося его простить мне прегрешения, и миссерере повторял помногу. Когда затихли тяжкие мучения, и дух вступал в предел иной державы, готовый взнесться в лучшие селения, ко мне с небес, несущий пальму славы, пресветлый ангел снизошел Господень и обещал мне долгий век и здравый. Так говоря, тот Богу неугоден, кто враг тебе, и будет в битве сгублен, чтоб стал ты счастлив, весел и свободен, отцом небесным и земным излюблен. От этих лилий, так что сердцу стали Флоренция и Франция далеки, соль в том, что в ненавистном ему гербе Форнезе были тоже лилии. И если мне случится быть в шпитале, в шпитале, то есть в госпитале, в госпиталях по традиции часто были изображения Благовещения Девы Марии, на которых фигурировал архангел Гавриил с лилией в руке. Эмблемы беззаконной здесь и далее, тлетворный символ подразумевается герб Форнезе. И вскоре черный гроб я видел подразумевается смерть Пьер Луиджи Форнезе. Такой был лютый капитан, речь, по-видимому, идет о Сандрино Мональде. Книга вторая Глава первая Когда я жил во дворце вышесказанного кардинала Феррарского, весьма уважаемый вообще всяким, и много более посещаемый, нежели был прежде, ибо всякий человек еще пуще удивлялся тому, что я вышел и что я жил посреди стольких непомерных бедствий. Когда я переводил дух, стараясь вспомнить свое искусство, я находил превеликое удовольствие в том, чтобы переписывать этот вышеписанный капитулу. Затем, чтобы лучше набраться сил, я принял решение отправиться прогуляться на воздух несколько дней, и с разрешением, и лошадьми моего доброго кардинала, вместе с двумя римскими юношами, из которых один был работник моего цеха. Другой его товарищ не был из цеха, но поехал, чтобы мне сопутствовать. Выехав из Рима, я направился в Тальякотце, думая найти там Асканио, вышесказанного моего воспитанника. И, приехав в Тальякотце, нашел сказанного Асканио вместе с его отцом и братьями, и сестрами, и мачхой. Целых два дня я был ими так ласкаем, что невозможно было бы и сказать. Я поехал в Рим и увез с собой Асканио. По дороге мы начали разговаривать об искусстве, так что я изнывал от желания вернуться в Рим, чтобы снова начать мои работы. Как только мы прибыли в Рим, я тотчас же приготовился работать и отыскал серебряный таз, каковое я начал для кардинала, прежде чем был заточен. Как только мы прибыли в Рим зимой 1540 года, для кардинала Ипполито Десте, проживавшего во дворце Гонзага, там же обосновался и Челине, он начал таз. Вместе со сказанным тазом был начат красивейший кувшинчик. Этот был у меня похищен с великим множеством других вещей большой цены. Над сказанным тазом я поставил работать пагуло вышесказанного. Также начал я с изновок кувшин, каковой был составлен из фигурок круглых и барельефом. И подобным же образом был составлен из круглых фигур и из рыб барельефом сказанный таз, такой богатый и так хорошо слаженный, что всякий, кто его видел, оставался восхищен как силой рисунка и замыслом, так и тщательностью, которую проявили эти юноши в сказанных работах. Кардинал приходил каждый день по меньшей мере два раза побыть со мною, вместе с миссер Луидже Алламанни и с миссер Габриэль Чезану. И тут час-другой весело проходило время. Миссер Габриэла Чезану гуманист-юрист Габриэль Несмотря на то, что у меня было много дела, он еще заваривал меня новыми работами и дал мне делать свою архипастерскую печать, таковая была величиною как рука двенадцатилетнего мальчика. И на этой печати я вырезал две историки воглубь. И одна была, когда святой Иоанн проповедовал в пустыне, другая, когда святой Амвросий изгнал этих Ариан, изображенный наконец бичом в руке, так смелый и хорошо нарисованный и так тщательно сработанный, что всякий говорил, что я превзошел этого великого Лаутицио, каковой занимался только этим художеством. И кардинал сравнивал ее ради собственной гордости с другими печатями римских кардиналов, каковы были почти все руки вышесказанного Лаутицио. С бичом в руке легенда, бытовавшая в литературе, но невозобразительном искусстве. Глава вторая «Еще добавил мне кардинал вместе с этими двумя вышесказанными, что я должен ему сделать модель солонки, но что он хотел бы отступить от обычаи тех, кто делал солонки. Мессер Луиджи об этом по поводу этой соли сказал много удивительных вещей. Мессер Габриэло Чезано, также и он по этому поводу сказал прекраснейшие вещи. Кардинал весьма благосклонный слушатель и чрезвычайно удовлетворенный рисунками, которые на словах сделали эти два даровитейших человека, обратясь ко мне, сказал «Мой бенвенута, рисунок мессер Луиджи и рисунок мессер Габриэло так мне нравится, что я не знал бы, который из двух мне выбрать, поэтому я полагаюсь на тебя, которому придется его выполнять». Тогда я сказал «Взгляните, господа, сколь важны дети королей и императоров и на тот изумительный блеск и божественность, что в них является». Тем не менее, если вы спросите у бедного смиренного пастуха, к кому у него больше любви и больше привязанности, к этим сказанным детям или к своим, наверное, он скажет, что у него больше любви к своим детям. Поэтому даже и у меня великая любовь к моим детям, которых из этого моего художества я рождаю. Так что первое, что я вам покажу, высокопреосвященный монсеньор, мой покровитель, будет моей работой и моим измышлением, потому что многое бывает прекрасно на словах, а когда потом делаешь, то в работе оно не слаживается. И, обратясь к обоим этим даровитейшим людям, я сказал, «Вы сказали, а я сделаю». Мессер Луиджи Аламани, тогда, смеясь, с величайшей приятностью, добавил в мою пользу много остроумных слов, и они ему шли, потому что он был красивой внешности и телосложения, и с мягким голосом. Мессер Габриэло Чизано был совершенная изнанка, настолько некрасивый и настолько неприятный. И так, сообразно своей наружности, он и сказал, «Мессер Луиджи на словах начертал, чтобы я сделал Венеру с Купидоном вместе со многими приятностями все подходящими», то есть с орнаментальными фигурками символического значения. Мессер Габриэло начертал, чтобы я сделал амфитриту жену Нептуна вместе с этими нептуновыми тритонами и многим другим, весьма хорошим на словах, но не на деле. Я сделал овальную подставку величиной изрядно больше полулоктя, почти в две трети, а поверх этой подставки, подобно тому, как бывает, что море обнимается с землей, я сделал две фигуры размером изрядно больше пяди, каковые сидели, заходя ногами одна в другую, как мы видим иные длинные морские заливы, которые заходят в землю. И в руку мужчине-морю я дал корабль богатейшей работы. В этом корабле удобно и хорошо умещалось много соли. Под ним я приспособил этих четырех морских коней. В правой руке сказанного моря я поместил его трезубец. Землю я сделал женщиной, настолько прекрасного вида, насколько я мог и умел, красивой и изящной. Под руку ей я поместил храм, богатый и разукрашенный, поставленный на земь, и она на него опиралась сказанной рукой. Его я сделал, чтобы держать перец. в другую руку поместил рог изобилия, украшенный всеми красотами, какие я только знал на свете. Под этой богиней и в той части, которая являла быть землей, я приспособил всех тех красивейших зверей, каких производит земля. Под частью моря я изобразил весь прекраснейший подбор рыб и раковин, какой могло вместить это малое пространство. На остальной части овала, по его толщине, я сделал много богатейших украшений. Затем, дождавшись кардинала, каковой пришел с этими двумя даровитыми людьми, я вынул эту мою восковую работу. При виде каковой, с великим шумом, первый начал мессер Габриэль Чезану и сказал, «Это работа, которая не кончить и в десять человеческих жизней. И вы, высокопреосвященнейший мансеньор, который ее хотите, в жизнь свою ее не получите. Таким образом, Бен-Вен-Уто хотел вам свое детище показать, но не дать, как то делали мы, каковы и говорили о таких вещах, которые можно сделать, а он вам показал такие, которых сделать нельзя». Тут мессер Луиджи Алламанни стал на мою сторону, потому что тот не хотел затевать столь великого предприятия. Тогда я повернулся к ним и сказал, «Высокопреосвященнейший мансеньор, и вам, исполненным дарованием, я говорю, что эту работу я надеюсь сделать тому, кто будет ее иметь. И каждый из вас, вы ее увидите оконченный в сто раз богаче, нежели модель. И я надеюсь, что у вас останется еще много времени, чтобы понаделать и гораздо больше, чем это». Кардинал сказал рассерженный, «Если ты ее не сделаешь для короля, куда я тебя везу, то я не думаю, чтобы ты для кого-нибудь другого мог ее сделать». И он показал мне письмо, где король в одном месте писал, чтобы он скоро возвращался, взяв с собою бенвенуто. А я поднял руки к небу, говоря, «О, когда же наступит это скоро?» Кардинал сказал, чтобы я привел в порядок и справил мои дела, какие у меня были в Риме в десять дней. Глава третья «Когда пришло время отъезда, он дал мне красивого и доброго коня, и звал он его Торнон, потому что кардинал Торнон подарил его ему». Франсуа де Турнон 1490-1562 при Франциске II стал министром. Также и Паголо, и Асканио, мои воспитанники, были снабжены лошадьми. Кардинал поделил свой двор, каковой был привелик. Одну часть, более знатную, он повез с собой. С нею он поехал по Романье, чтобы заехать поклониться Лорецкой Мадонне, а оттуда затем в Феррару к себе домой. Другую часть он направил на Флоренцию. Это была наибольшая часть. И было ее великое множество, с красою, его конницы. Мне он сказал, что если я хочу ехать безопасно, то чтобы я ехал с ним, если же нет, то я подвергаю опасности жизнь. Я выразил намерение его высокопреосвященству поехать с ним. А так как то, что предуказано небесами, должно случиться, то Богу было угодно, чтобы мне пришла на память бедная моя родная сестра, у которой было столько великих огорчений из-за моих великих бед. Также пришли мне на память мои двоюродные сестры, каковые были в Ветербо монахинями, одна Аббатисой, а другая ключницей, так что они были управительницами этого богатого монастыря. И так как они имели обо мне столь тяжкие печали и столько за меня сотворили молитв, то я был совершенно уверен, что молитвами этих бедных девушек снискал у Бога милость моего спасения. Поэтому, когда все это мне пришло на память, я повернул в сторону Флоренции. И хотя я бы ехал без всяких расходов либо с кардиналом, либо с другим его поездом, я решил ехать сам по себе. И сопутствовал мне один превосходнейший часовых делмастер, которого звали маэстро Керубино, большой мой друг. Случайно встретившись, мы совершали это путешествие весьма приятно вместе. Выехав из Рима в Страстной понедельник, мы ехали только втроем, а в Монтерозе я нашел сказанного попутчика, а так как я выразил намерение ехать с кардиналом, то я никак не думал, что кто-нибудь из этих моих врагов станет меня как-нибудь подстерегать. Страстной понедельник, то есть 22 марта. Монтерозе, Монтерозе, навиа кассия. На самом же деле я попал в Монтерозе неудачно, потому что вперед нас был послан отряд хорошо вооруженных людей, чтобы мне досадить. И Богу было угодно, чтобы пока мы обедали, они, которые получили указание, что я еду отдельно от кардинальского поезда, приготовились учинить мне зло. Тут как раз подоспел сказанный кардинальский поезд, и с ним весело и невредимо я ехал до самого Витербо. Так что оттуда и дальше я уже не знал больше опасности, и даже ехал всегда впереди на несколько миль, а те лучшие люди, которые были в этом поезде, весьма меня почитали. Прибыл я с Божьей помощью здрав и невредим Витербо, и здесь мне были учинены превеликие ласки этими моими сестрами и всем монастырем. Глава четвертая Выехав из Витербо с вышесказанными, мы ехали верхами, когда впереди, а когда позади сказанного кардинальского поезда, так что в страстной четверг в 22 часа мы оказались в одном перегоне от Сиены. И увидав, что там имеется несколько обратных кобыл, и что почтари поджидают, чтобы дать их какому-нибудь путешественнику за небольшие деньги, чтобы он вернул их на сиенскую почту, увидав это, я слез с моего коня Торнуна и приладил на эту кобылу мою подушку из тремена и дал Джулио одному из этих почтовых слуг. Оставив своего коня моим юношам, чтобы они мне его доставили, я сразу поехал вперед, чтобы прибыть в Сиену на полчаса раньше, как для того, чтобы навестить некоего моего друга и для того, чтобы справить кое-какие другие мои дела. Однако, хоть я и ехал быстро, сказанную кобылу я не гнал. Когда я прибыл в Сиену и взял в гостинице хорошие комнаты, сколько их было нужно для пяти человек, и с хозяйским слугой отослал сказанную кобылу на почту, которая находилась за камалилийскими воротами, и на сказанной кобыле я забыл свои стремена и свою подушку. Провели мы вечер страстного четверга очень весело. Наутро затем, которое было страстная пятница, я вспомнил про свои стремена и про свою подушку. Когда я за нею послал, этот почтовый смотритель сказал, что не желает мне ее возвращать, потому что я загнал его кобылу. Несколько раз посылалось туда и обратно, и он всякий раз говорил, что не желает мне их возвращать, со многими оскорбительными и нестерпимыми словами. И хозяин, у которого я остановился, мне сказал, вы дешево отделаетесь, если он вам ничего другого не сделает, как только не отдаст подушку из стремена. И добавил, говоря, знаете, что это самый зверский человек, какой когда-либо имелся в этом городе, и при нем здесь двое сыновей, люди военные, храбрейшие, еще более зверские, чем он. Так что купите заново то, что вам нужно, и поезжайте себе, ничего ему не говоря. Я купил пару стремян, думая все же ласковыми словами заполучить обратно свою славную подушку. И так, как у меня была отличная лошадь, и я был хорошо защищен кольчугой и наручами, и с чудесной аркебузой у луки, то меня не страшило это великое зверство, которым тот говорил, что отличается этот сумасшедший зверь. К тому же я приучил этих моих юношей носить кольчугу и наручи, и очень полагался на этого римского юношу, который, мне казалось, никогда ее не снимал, когда мы жили в Риме. Так же и Асканио, который хоть и был совсем молоденький, так же и он ее носил. А так, как была страстная пятница, то я думал, что сумасшествие сумасшедших должно же иметь хоть немного отдыха. Приехали мы к сказанным Камалийским воротам. Тут я увидел и узнал по приметам, которые мне были даны, потому что он был крив на левый глаз, этого почтового смотрителя. Подъехав к нему и оставив в стороне этих моих юношей и их спутников, я любезно сказал, почтовый смотритель, если я вас заверяю, что я не гнал вашей кобылы, почему вам не согласиться вернуть мне мою подушку и мои стремена? На это он ответил поистине тем сумасшедшим зверским образом, как мне говорили, поэтому я ему сказал, как, разве вы не христианин? Или вы хотите в страстную пятницу срамите себя и меня? А он сказал, что ему все равно, что страстная пятница, что чертова пятница, и что если я отсюда не уберусь, то копьем, которое он взял, он меня скинет на земь вместе с этой аркебузой, что у меня в руке. На эти суровые слова подошел пожилой дворянин, сиенец, одетый по-гражданскому, каковой возвращался с молитв, какие приняты в этот день, и, отлично услышав издали все мои речи, смело подошел выговаривать сказанному почтовому смотрителю, став на мою сторону, и бронил обоих его сыновей за то, что они не исполняют долго перед проезжими иностранцами, и что таким образом они поступают против Бога и учиняют срам городу Сиене. Эти два молодца, его сыновья, покачав головой, ничего не сказав, ушли себя прочь внутрь своего дома. Бешеный отец, расстравленный словами этого почтенного дворянина, вдруг с постыдными богохульствами наклонил копье, клянясь, что им он хочет меня убить во что бы то ни стало. Увидев эту зверскую решимость, чтобы держать его поодаль, я показал вид, что навожу на него дуло моей аркибузы. Когда он еще пуще разъярясь, кинулся на меня, то аркибуза, которую я держал, хоть и была готова для моей защиты, но я еще не опустил ее настолько, чтобы она приходилась против него, а была дулом кверху, и сама выстрелила. Пуля ударилась об свод двери, и, отскочив назад, попала в ствол горло сказанному, каковой и упал наземь мертвым. Прибежали оба сына в торопях, и один схватил оружие и скозил, другой схватил отцовское копье, и, набросившись на этих моих юношей, тот сын, у которого было копье, ударил сперва паголо римлянина повыше левой груди, другой кинулся на одного миланца, который был с нами, у какового был вид, как у ошалелого, и не помогло ему, что он умолял, говоря, что не имеет со мной ничего общего, и, защищаясь против острия протазана палочкой, которая у него была в руке, каковою он не так уж мог отбиваться, так что был ранен немного в рот. Этот миссер Керубина был одет священником, и, хотя он был превосходнейший часовых дел мастер, как я сказал, он имел от папы бенефицией с хорошими доходами, а Сканио, хоть он и был отлично вооружен, и не подумал бежать, как сделал этот миланец, так что обоих их не тронули. Я подбоднул коня, и, пока он скакал, живо привел в порядок и зарядил свою аркебузу, и повернул в бешенстве обратно, считая, что до сих пор я шутил, и чтобы теперь поступить по-настоящему, и думал, что эти мои юноши убиты. Я с решимостью ехал, чтобы умереть и сам. Немного шагов пробежал конь обратно, как я их встретил, едущими мне навстречу, у каковых я спросил, не пострадали ли они. Асканио ответил, что Паголо ранен копьем насмерть. Тогда я сказал, о Паголо, сын мой, так значит, копье пробило кольчугу? Нет, он сказал, потому что кольчугу я уложил в мешок сегодня утром. Так значит, кольчуги носят в Риме, чтобы показаться красавцем перед дамами? А в местах опасных, там, где требуется их иметь, их держат в мешке? Все те беды, которые с тобой случились, ты вполне заслужил, и ты причиной, что я еду умереть туда и сам сейчас. И пока я говорил эти слова, я все время упорно поворачивал обратно. Асканио и он просили меня, чтобы я согласился ради Бога спасти себя и спасти их, потому что это значило ехать на верную смерть. Тут я встретил этого мессерки Рубино вместе с этим раненым миланцем. Он мне сразу же закричал, говоря, что никто не пострадал и что удар по пагулу пришелся настолько вскользь, что не проткнул, а что этот почтовый старик остался на земле мертвым и что сыновья со многими другими людьми приготовились и что они, наверное, всех нас изрубили бы на куски. Поэтому бенвенуту, раз уж судьба спасла нас от этой первой грозы, не пытай ее больше, потому что она нас не спасла бы. Тогда я сказал, раз вам этого довольно, то и мне довольно. И, обернувшись к пагуло и асканию, я им сказал, подбодните ваших коней, и поскачем до самой стад же, не останавливаясь, и там мы будем безопасны. Этот раненый миланец сказал, чтобы черт побрал грехи, потому что это беда, которая со мной случилась, это только из-за греха мясной похлебки, которые я поел вчера немного, не имея ничего другого, чем бы пообедать. При всех наших великих мучениях мы были вынуждены как-никак посмеяться над этим дураком и над этими глупыми словами, которые он сказал, мы подбоднули коней и оставили миссерки, рубины и миланца, чтобы они ехали себе как им угодно. До самой стад же замок и маленькое селение неподалеку от Сиены. Глава пятая Тем временем сыновья умершего побежали к герцогу Мельфи, чтобы он дал им несколько всадников, чтобы настигнуть нас и схватить. Герцог Мельфи Альфонсо Пикколомини, герцог Амальфи, поставленный Карлом губернатором Сиены. Сказанный герцог, узнав, что мы из людей кардинала Феррарского, не пожелал дать ни лошадей, неразрешения. Тем временем мы прибыли в стаджу, где там мы были безопасны. Прибыв в стаджу, мы стали искать врача, самого лучшего, какого в этом месте можно было достать. И когда ему показали сказанного Пагуло, то рана проходила только кожей, и я увидал, что никакого худо ему не будет. Мы велели подать обедать. Тем временем появился миссер Керубина, и этот шалый миланец, который то и дело посылал к чертям всякие ссоры, и говорил, что он отлучен от церкви, потому что ему не удалось прочесть в это святое утро ни одного отче наш. так, так как он был уродлив лицом, а рот имел большое от природы, к тому же от раны, которую он в него получил, рот у него вырос на три с лишним пальца, и с этим своим забавным миланским говором, и с этим дурацким языком, все те слова, которые он говорил, давали нам такой повод смеяться, что вместо того, чтобы сетовать на судьбу, мы не могли не смеяться при каждом слове, которое он говорил. Когда врач хотел ему зашить эту рану у рта, и уже сделал три стежка, он сказал врачу, чтобы тот подождал немного, потому что он бы не хотел, чтобы тот ему по какой-либо вражде зашил его весь, и взял в руку ложку, и говорил, что хочет, чтобы тот ему его оставил настолько открытым, чтобы эта ложка вернуться живым к своим. Эти слова, которые он говорил с эдаким мотанием головой, давали столь великие поводы смеяться, что вместо того, чтобы сетовать на нашу злую судьбу, мы не переставали смеяться. И так, все время смеясь, мы добрались до Флоренции. Мы поехали спешиться у дома моей бедной сестры, где мы и были моим Шурином и мессер Керубина и Миланец отправились по своим делам. Мы пробыли во Флоренции четыре дня, в течение каковых Пагуло выздоровел. Но удивительнее было дело, что всякий раз, когда говорилось об этом глупом Миланце, нас разбирал такой же смех, как разбирали слезы об остальных случившихся несчастьях. Так что всякий раз в одно и то же время и смеялась и плакалась. Пагуло выздоровел легко. Затем мы отправились в Феррару, и нашего кардинала застали, что он еще не приехал в Феррару, и он уже слышал обо всех наших приключениях и соболезнуя сказал, «Я молю Бога, чтобы он даровал мне такую милость, чтобы я довез тебя живым к этому королю, которому я тебя обещал». Сказанный кардинал отвел мне в Ферраре один свой дворец, прекраснейшее место, называемое Бельфиоры. Примыкает к городским стенам. Тут он велел меня устроить, чтобы работать. Затем собрался ехать без меня во Францию. И, видя, что я остался очень недоволен, сказал мне «Бенвенута», «Все то, что я делаю, это для твоего же блага. Потому что прежде, чем взять тебя из Италии, я хочу, чтобы ты в точности знал заранее, что ты едешь делать во Францию. Тем временем торопи, как только можешь этот мой таз и кувшинчик. И все то, что тебе требуется, я оставлю распоряжение одному моему управляющему, чтобы он тебе давал. И когда он уехал, я остался очень недоволен и много раз имел желание уехать себе с Богом. Но только меня удерживало то, что он освободил меня от Папы Павла, потому что в остальном я был недоволен и в большом убытке. Однако же, облегшись в ту благодарность, которой заслуживало полученное благодеяние, я расположился иметь терпение и посмотреть, какой будет конец этому предприятию. И, принявшись работать с этими моими двумя юношами, я подвинул весьма удивительно вперед этот таз и этот кувшин. Там, где нас поселили, воздух был плохой, и так, как дело шло к лету, то все мы захворали немного. В этих наших недомоганиях мы ходили смотреть место, где мы жили, каковое было огромнейшее и оставлено диким почти на милю открытой земли, на каковой было множество местных павлинов, которые, как дикие птицы, там плодились. Увидев это, я зарядил свою пищаль некоим бесшумным порохом, затем подстерегал этих молодых павлинов, и каждые два дня я убивал по одному, каковой преизбыточно нас питал, но такого качества, что все болезни от нас ушли. И мы были заняты эти несколько месяцев тем, что привесело работали и подвигали вперед этот кувшин и этот таз, что было делом, которое брало очень много времени. Глава шестая В это время герцог Феррарский договорился с папой Павлом Римским насчет некоторых их давних расприй, которые у них были из-за Мадены и некоторых других городов. Так как права здесь была церковь, герцог заключил этот мир со сказанным папой силою денег. Каковое количество было велико. Мне кажется, что оно превышало триста тысяч камеральных дукатов. Мадены и некоторых других городов, например, Реджо. Герцог заключил этот мир со сказанным папой силою денег. По этому миру 1539 год между Павлом III и герцогом Эркуле II Д'Эсте феррарское герцогство получало обратно за 180 тысяч золотых дукатов те самые владения, которые оно получило в свое время в дар от папы Александра VI. Но на этом распри между Римом и Феррарой не кончились. Они возникли потом вновь. Был у герцога в это время некий старый казначей, воспитанник герцога Альфонсо его отца, какового звали миссер Джироламо Джилиоло. Не мог этот старик снести эту обиду, что такое множество денег уходит к папе, и ходил, крича по улицам, говоря, герцог Альфонсо, его отец, с этими деньгами скорее отнял бы у него с ними Рим, чем показал бы их ему. И не было такого способа, чтобы он согласился их выплатить. Когда наконец герцог заставил его их выплатить, этого старика постиг столь великий понос, что привел его почти что к смерти. Тем временем, что он был болен, меня позвал сказанный герцог и пожелал, чтобы я его изобразил, что я и сделал в круге черного камня величиною со столовой блюдца. Герцогу нравились эти мои труды вместе со многими приятными разговорами. Каковые две вещи нередко приводили к тому, что по четыре и по пять часов по меньшей мере он бывал занят тем, что давал себя изображать и иной раз сажал меня ужинать за свой стол. На протяжении недели я ему кончил это изображение его головы. Затем он мне велел, чтобы я сделал оборот. На каковом была изображена в виде мира женщина с факельцем в руке, которая сжигала оружейный трофей. Каковую я сделал эту сказанную женщину с радостной осанкой в легчайших одеждах, прекраснейшего изящества. А под ногами у нее я изобразил удрученным и печальным и связанным многими цепями отчаявшийся раздор. Эту работу я сделал со многим старанием, и она принесла мне превеликую честь. Герцог не мог насытиться, провозглашать себя удовлетворенным и дал мне надписи к голове его светлости и к обороту. Та, что к обороту гласила «Дорог в очах господних» Псалом 116. Она показывала, что этот мир продался ценою денег. Сохранился лишь гипсовый отпечаток медали. Глава 7. В то время, пока я делал этот сказанный оборот, кардинал мне написал, говоря мне, чтобы я готовился, потому что король меня спрашивал, и что в первом же его письме будет перечень всего того, что он мне обещал. Я велел уложить мой таз и мой кувшин как следует и уже показал его герцогу. Ведал кардинальские дела один феррарский дворянин, каково звали по именем сэр Альберто Бендедио. Этот человек просидел дома двенадцать лет, не выходя никогда, по причине некой своей немощи. Однажды он с превеликой поспешностью послал за мной, говоря мне, что я немедленно должен сесть на почтовых, чтобы ехать королю, каковой с великой настойчивостью меня спрашивал, думая, что я во Франции. Кардинал в свое извинение сказал, что я остался в одном его аббатстве в Лионе, немного больным, но что он устроил, чтобы я был скоро у его величества. Потому-то он так и заботился, чтобы я ехал на почтовых. Этот мессер Альберто был весьма достойный человек, но он был горд, а из-за болезни горд невыносимо. И, как я говорю, он мне сказал, чтобы я живо собрался, чтобы ехать на почтовых, на что я сказал, что моим искусством на почтовых не занимаются, и что если я должен туда ехать, то я хочу ехать спокойными перегонами, и взять с собой Асканио и Паголо моих работников, каковых я вывез из Рима. И, кроме того, я хочу с нами слугу верхом для моих услуг, и столько денег, чтобы мне хватило доехать дотуда. Этот больной старик с надменнейшими словами мне ответил, что таким способом, как я говорю, и не иначе ездят сыновья герцога. Я ему тотчас же ответил, что сыновья моего искусства ездят таким способом, как я сказал, и что так, как я никогда не был герцогским сыном, то, как те ездят, я не знаю, а что, если он будет употреблять со мной эти непривычные для моих ушей слова, что я и вовсе не поеду, так как кардинал не исполнил передо мной своего обещания, а он еще прибавил мне эти грубые слова, то я решу наверняка, что не желаю больше связываться с феррарцами, и, повернувшись к нему спиной, я ворча, а он грозя, я ушел. Я отправился к вышесказанному герцогу с оконченной его медалью, каковой учинил мне самые лесные ласки, какие когда-либо учинялись на свете человеку, и велел этому своему мессер Джироламо Джилиоло, чтобы за эти мои труды он сыскал перстень с алмазом ценою в двести скуда, и чтобы дал его фиаскино его дворецкому, дабы тот мне его дал. Так и сделали. Сказанный фиаскино в тот вечер, когда днем я ему дал медаль, в час ночи мне вручил перстень с алмазом в нем, каковой был весьма видный, и сказал такие слова от имени своего герцога, чтобы эта единственная мастерская рука, которая так хорошо работала, на память об его светлости этим алмазом себя украсила сказанная рука. Когда наступил день, я рассмотрел сказанный перстень, каковой был тоненький алмазишко, ценой скудов десять приблизительно, и так, как столь изумительные слова, которые этот герцог велел мне передать, я, который не хотел, чтобы они были обличены в столь малую награду, причем бы герцог считал, что он вполне меня удовлетворил, и я, который догадывался, что все это идет от этого его жулика казначея, отдал кольцо одному моему приятелю, чтобы он его вернул дворецкому фиаскино, каким только способом он может. Это был Бернардо Салити, который исполнил это поручение изумительно. Сказанный фиаскино тотчас же явился ко мне с превеликими восклицаниями, говоря мне, что если герцог узнает, что я ему таким способом отсылаю подарок, который он столь милостиво мне пожаловал, то он очень рассердится, и мне, быть может, придется в этом раскаяться. Ему я ответил, что перстень, который его светлость мне пожаловал, стоит приблизительно десять скуда, а что работа, которую я сделал, его светлости, стоит больше двухсот. Но чтобы показать его светлости, что я ценю знак его внимания, пусть он мне просто пришлет кольцо против судорог из тех, что привозятся из Англии, которые стоят приблизительно один карлино. Его я буду хранить на память об его светлости, пока я жив, вместе с теми лесными словами, которые его светлость велел мне передать, потому что я считаю, что великолепие его светлости широко оплатило мои труды, тогда как этот жалкий камень мне их бесчестит. Кольцо против судорог, толкование талисман против рака кажется предпочтительнее. Эти слова были так неприятны герцогу, что он призвал этого своего сказанного казначея и наговорил ему наибольшую брань, которую когда-либо в прошлом ему говорил. А мне велел приказать под страхом его немилости, чтобы я не уезжал из Феррары, если он мне этого не скажет, а своему казначею приказал, чтобы он дал мне алмаз, который достигал бы трехсот скудо. Скупой казначей нашел один, который превышал немногим шестьдесят скудо и дал знать, что сказанный алмаз стоит много больше двухсот. Глава восьмая Тем временем вышесказанный миссер Альберто вернулся на правый путь и снабдил меня всем тем, о чем я просил. В этот день я расположился уехать из Феррары во что бы то ни стало. Но этот расторопный герцогский дворецкий так устроил со сказанным миссер Альберто, чтобы в этот день я не получил лошадей. Я навьючил мула множеством своей клади и с нею уложил этот таз и этот кувшин, которые я сделал для кардинала. Тут как раз пришел один феррарский вельможа, какового звали по имени миссер Альфонсо Де Тротти, министр Альфонсо Первого. Этот вельможа был очень стар и был человек любезнейший и искусство любил весьма. Но он был один из тех людей, которым очень трудно угодить. И если случайно им доведется увидеть что-нибудь такое, что им нравится, то они себе его расписывают в мозгу таким превосходным, что думают, будто никогда уже больше не увидят ничего, чтобы им понравилось. Пришел этот миссер Альфонсо. Почему миссер Альберто ему и сказал, «Я жалею, что вы поздно пришли, потому что уже уложены и заделаны этот кувшин и этот таз, который мы посылаем кардиналу во Францию». Этот миссер Альфонсо сказал, что у него нет охоты, и, подозвав одного своего слугу, послал его к себе на дом, каковой принес кувшин из белой глины, из этих фаенских глин, очень тонко сработанный. Пока слуга ходил и возвращался, этот миссер Альфонсо говорил сказанному миссер Альберто, «Я вам скажу, почему у меня больше нет охоты видеть вазы? Дело в том, что однажды я видел одну серебряную античную, такую прекрасную и такую изумительную, что человеческое воображение не могло бы и помыслить о таком совершенстве. И поэтому у меня нет охоты видеть что-нибудь в этом роде, чтобы оно мне не испортило этого чудесного представления о ней. Было это так, что один даровитый вельможа ездил в Рим по некоторым своим делам и тайно ему была показана эта античная ваза. Каковой силою большого количества скуда подкупил того, у кого она была и увез ее с собой в эти наши края, но держит ее в великой тайне, чтобы не узнал герцог, потому что ему было бы страшно лишиться ее каким-нибудь образом. этот миссер Альфонсо пока рассказывал эти свои длинные небылицы, не остерегался меня, который тут же присутствовал, потому что он меня не знал. Тем временем появился этот благословенный глиняный слепок, раскрытый с таким тщеславием, фокусами и торжественностью, что когда я его увидел, то повернувшись к миссер Альберто, я сказал, какое счастье, что я его увидел. Миссер Альфонсо рассердясь, с оскорбительными кое-какими словами сказал, а кто ты такой, который сам не знает, что он говорит? На это я сказал, сперва послушайте меня, а потом увидите, кто из нас лучше знает, что он говорит. Повернувшись к миссер Альберто, человеку весьма степенному и умному, я сказал, это серебряный кувшинчик с только-то весом, который я сделал тогда-то этому шарлатану маэстро Якопо, хирургу из Карпи, каковой приезжал в Рим и пробыл там полгода, с какой-то своей мазью перепачкал много десятков сеньоров, бедных вельмож, из коих он извлек много тысяч дукатов. В то время я ему сделал эту вазу и еще другую, отличную от этой, и он мне за них заплатил за ту и за другую очень плохо, а в Риме сейчас все эти несчастные, которых он мазал, искалеченные и плохи. Кувшин из белой глины, то есть из керамики, добываемой в фаэнце. Для меня превеликая слава, что мои работы с такой честью у вас, у богатых господ, превозносятся, но только я вам говорю, что за все эти столькие годы, с тех пор, как я старался, сколько мог учиться, так что я полагаю, что эта ваза, которую я везу во Францию, будет подостойнее кардинала и короля, нежели та, этого вашего врачишки. Когда я сказал эти мои слова, этот миссер Альфонсо, казалось, просто таял от желания увидеть этот таз и этот кувшин, в каковых я по-прежнему ему отказывал. Когда мы некоторое время там побыли, он сказал, что пойдет к герцогу и через посредство его светлости его увидит. Тогда миссер Альберто Бендидио, который был, как я говорил, пригорт, сказал, «Прежде чем вы уйдете отсюда, миссер Альфонсо, вы его увидите, не прибегая к покровительству герцога». При этих словах я ушел и оставил Асканио и Пагуло, чтобы он им его показал. Каковой говорил потом, что они говорили величайшие вещи в мою хвалу. Захотел потом миссер Альфонсо, чтобы я с ним сблизился, так что мне не терпелось уехать из Феррару и убраться от них. Что у меня там было хорошего, так это общение с кардиналом Сальвяти и с кардиналом Равенским и кое с кем другим из этих даровитых музыкантов и больше ни с кем, потому что феррарцы народ жаднейший и любо им чужое добро, каким бы способом им не удалось его заполучить. Все они такие. Явился в 22 часа вышесказанный фиаскино и вручил мне сказанный алмаз ценою около шестидесяти скуда, сказав мне с печальным лицом и в кратких словах, чтобы я носил его ради любви к его светлости. На что я ответил, я так и сделаю. Поставив ноги в стремя в его присутствии, я тронулся в путь, чтобы уехать себе с Богом. Он заметил поступок и слова, и когда передал герцогу, тот во гневе имел превеликое желание воротить меня обратно. Глава девятая я проехал вечером десять с лишним миль, все время рысью. И когда на следующий день я оказался вне феррарской земли, я возымел превеликое удовольствие, потому что за исключением этих павлинчиков, которых я там ел, причина моего выздоровления, ничего другого я там не знал хорошего. Мы совершили путь через Монсанезе, не задевая города Милана из-за вышесказанного опасения, так что здравы и невредимы приехали в Лион. По-видимому, Монченизио по-итальянски или Монсени по-французски. Вместе с Пагало и Асканио и одним слугой нас было четверо с четырьмя очень хорошими лошадьми. Прибыв в Лион мы остановились на несколько дней, чтобы подождать ослятника, у какового были этот серебряный таз и кувшин вместе с другой нашей кладью. Нас поселили в одном аббатстве, которое принадлежало кардиналу. Когда подъехал ослятник, мы уложили все наши вещи на повозку и двинулись по направлению к Парижу. Так мы ехали в сторону Парижа и имели по дороге кое-какое беспокойство, но оно не было весьма значительно. Королевский двор мы застали в фонтана Белео. Мы представились кардиналу, каковой тотчас же велел нам отвезти жилье, и этот вечер нам было хорошо. На другой день явилась повозка, и когда мы взяли наши вещи, и кардинал услышал об этом, то он сказал королю, каковой тотчас же пожелал меня видеть. Я пошел к его величеству со сказанным тазом и кувшином, и, явясь перед него, поцеловал ему колено, а он преблагосклонно меня поднял. Пока я благодарил его величество за то, что он освободил меня из темницы, говоря, что так обязан всякий государь, добрый и единственный в мире, как его величество, освобождать людей на что-нибудь годных, а особенно невинных, как я, что эти благодеяния прежде записываются в книги Божии, чем всякие другие, какие только могут быть сотворены на земле, этот добрый король слушал меня, пока я не договорил, с великой любезностью и с несколькими словами, достойными его одного. Когда я кончил, он взял вазу и таз и затем сказал, право, я не думаю, чтобы и древние когда-либо видели столь прекрасного рода произведения, потому что мне хорошо помнится, что я видел все лучшие произведения и созданные лучшими мастерами всей Италии, но я никогда не видел ничего, чтобы меня больше восхищало, чем это. Эти слова сказанный король говорил по-французски кардиналу Феррарскому со многими другими еще большими, чем эти. Затем, повернувшись ко мне, заговорил со мной по-итальянски и сказал «Бенвенутто, повеселитесь несколько дней и потешьте свою душу и старайтесь хорошенько кушать, а мы тем временем подумаем о том, чтобы дать вам добрые удобства, чтобы вы могли нам создать какое-нибудь прекрасное произведение». Глава десятая Так как вышесказанный кардинал Феррарский увидал, что король возымел превеликое удовольствие от моего приезда, и так как он также увидал, что по этим немногим работам король уверился, что может удовлетворить свое желание исполнить некие превеликие работы, которые у него были в мыслях, а так как в это время мы ехали вслед за двором, можно сказать, мучаясь, потому что королевский поезд тащит всякий раз за собой двенадцать тысяч лошадей, и это самое меньшее, потому что когда двор в мирные времена бывает полностью, то их восемнадцать тысяч, так что их всегда бывает свыше двенадцати тысяч, ввиду чего мы ехали, следуя за сказанным двором, в таких местах иной раз, где едва было два дома, и, как делают цыгане, приходилось ставить парусиновые палатки и нередко изрядно терпеть, то я торопил кардинала, чтобы он побудил короля послать меня работать. Кардинал мне говорил, что лучшее в этом случае это ждать, чтобы король сам об этом вспомнил, и чтобы я иной раз показывался на глаза его величеству, когда он ест. я так и делал, и однажды утром за обедом король меня подозвал. Он заговорил со мной по-итальянски и сказал, что намерен исполнить много больших работ, и что он скоро отдаст мне распоряжение, где я должен работать, снабдив меня всем тем, что мне необходимо, со многими другими речами о приятных и различных вещах. Кардинал Феррарский тут же присутствовал, потому что почти постоянно ел утром за королевским столом, и, услышав все эти речи, когда король встал из-за стола, кардинал Феррарский в мою пользу сказал, поскольку мне было передано, священное величество, этот бенвенуто имеет весьма великое желание работать. Можно было бы почти что сказать, что грех заставлять подобного художника терять время. Король добавил, что он сказал правильно, и чтобы он установил со мной все то, что я хочу себе как жалование. Каковой кардинал в тот же вечер, когда утром он получил поручение, вызвав меня после ужина, сказал мне от имени его величества, как его величество решило, чтобы я принялся за работу, но сперва он хочет, чтобы я знал, какое должно быть мое жалование. При этом кардинал сказал, мне кажется, что если его величество даст вам жалование триста скуда в год, то вы отлично можете устроиться. Кроме того, я вам говорю, чтобы вы предоставили заботу мне, потому что каждый день является случай, когда можно сделать добро в этом великом королевстве, и я всегда вам помогу удивительно. Тогда я сказал, без того, чтобы я просил ваше высокопреосвященство, когда оно оставило меня в Феррари, оно мне обещало не удалять меня из Италии, если сперва я не буду знать вполне того положения, в котором я буду у его величества. Ваше высокопреосвященство, вместо того, чтобы прислать мне сказать о том положении, в котором я буду, прислала особое распоряжение, что я должен приехать на почтовых, как будто подобным искусством занимаются на почтовых. И если бы вы мне прислали сказать о трехстах скудо, как вы мне говорите сейчас, то я бы не двинулся и за шестьсот. Но я за все благодарю Бога и ваше высокопреосвященство также, потому что Бог употребил его как орудие для столь великого блага, каковым было мое освобождение из темницы. Поэтому я говорю вашему высокопреосвященству, что все то великое зло, которое я теперь имею от него, не может достигнуть и тысячной доли того великого добра, которое я от него получил. И за него я от всего сердца его благодарю и откланиваюсь. И где бы я ни был, всегда пока я буду жив, я буду молить Бога за него. Кардинал рассерженный сказал во гневе, ступай куда хочешь, потому что насильно никому добра не сделаешь. Некоторые из этих его дармоедов придворных говорили, ему кажется, что он не весть что, раз он отказывается от трехсот дукатов дохода. Другие из тех, что были даровиты, говорили, король никогда не найдет ему равного. А этот наш кардинал хочет торговать им, словно эта вязанка дров. Это был миссер Луиджи Аламанни, который так мне было передано, что он сказал. Это было в Дольфинате в замке, которого я не помню имени, и было в последний день октября. Октября 1540 года, но следует иметь в виду, что как по части хронологии, так и по части фактов памяти Челлине доверять нельзя. В его рассказе много существенных противоречий. Продолжение следует...